Войны и кризисы Войны и кризисы Войны и кризисы Спасибо за ваше понимание Пока мужчины ведут себя как мужчины Я уже начну говорить Дабы мы с вами не теряли Драгоценное время Вначале всегда Принято представляться Поэтому я конечно надеюсь Что большинство из присутствующих В той или иной степени знакомы со мной Моими книгами и моими идеями Но тем не менее позволю себе Может быть не очень длинное Вступительное слово В котором постараюсь все это высказать А далее я уже вижу На столе лежат Записки, вопросы И мы начнем Общение в формате Вопросы и ответы Самые интересные, самые животрепещущие Прошу вас задавать вопросы На любые темы За исключением атомной энергетики Потому что на эти вопросы Я наверное не смогу дать ответить Вот если компетентен Если сфера В которой я разбираюсь Как раз есть та сфера В которой вы задали вопрос Я постараюсь ответить Итак, меня зовут Николай Викторович Стариков Я являюсь автором уже Теперь одиннадцати книг И завтра буду в Риге Презентовать мою одиннадцатую книгу Которая называется «Сталин. Вспоминаем вместе» О чем я пишу в своих книгах? Я стараюсь достаточно объективно Рассмотреть те исторические события Которые произошли с нашей страной С Россией, Российской империей В том числе и с Латвией Безусловно тоже Потому что мы Несколько сотен лет жили вместе Я надеюсь, что будем еще много сотен лет Жить вместе и дальше И поэтому общая история Общие трагедии Общие достижения В общем общие плюсы и минусы Они обусловлены тем, что Изучая историю России Невозможно коснуться истории Латвии В своих книгах я постарался Выяснить причины Революции Войн, кризисов И знаете, удивительным образом Все эти события Оказываются между собой Самым теснейшим образом Переплетены Таким образом Разобравшись В причинах Октябрьской революции В том, кто вооружил Привел к власти Гитлера Кто дал ему Экономические и политические ресурсы Для развязывания Второй мировой войны На самом деле Можно Очень неплохо Начать ориентироваться В сегодняшней политической ситуации Потому что Ничего нового Под этим солнцем Не происходит Те же самые политические силы Те же самые геополитические цели Те же самые методы Иногда Буквально С точностью До запятой Повторяются И поэтому Очень важно Изучать историю Для того, чтобы Понимать не только Настоящее Но и Смело смотреть в будущее И иметь возможность Его анализировать Потому что Как известно Предупрежденный Вооружен А что может быть лучше Чем предупреждение О событиях Которые уже состоялись Чьи последствия Нам уже понятны Чьи результаты Нам уже совершенно Очевидны Ведь всегда Нам в жизни Тяжело Анализировать Те события Участниками которых Мы являемся Непосредственно Потому что Непонятно Чем закончится Большой поток информации И только Единственный векарь Время дает возможность Совершенно спокойно И объективно Взглянуть на ту Или иную Ситуацию Если мы с вами Захотим найти Отправную точку Тех Перетурбаций Сложностей Трагедий Что приводит Иногда К непониманию К взаимному Прекам В истории Русского Латышского Народа То я думаю Эту точку Мы с вами Сможем найти Легко Ну вот давайте Просто Вернемся На сто лет назад 1912 год Скажите пожалуйста Какие проблемы В тот момент Существовали Между Русскими И латышами В рамках Единой Российской империи Никаких Империя развивалась Все ее жители Процветали У каждой Из национальностей Была своя культура Свои национальные Особенности Свои права И обязанности Ну к примеру В Российской империи В армию Призывали Русских И именно этим Непризывом В армию Например Латышей Было обусловлено Дальнейшее формирование Латышских батальонов Как отдельный Тех самых Латышских стрелков То есть У каждого Была национальная Особенность Обратите внимание Что в 1912 году Никаких Противоречий Нет А вот 1917 1918 И дальнейшие Годы Уже начинают Быть полными Этих Противоречий Таким образом Отправная Точка Проблем Народов Населявших Российскую империю Это Февральская Революция 1917 Года Это можно сказать Совершенно Точно Именно в этот Момент Крушения Нашей Общей Государственности Были заложены Те многочисленные Мины Которые Потом С определенной Периодичностью Взрывались В истории И которые Взрываются До сих пор Февральская Февральская Революция Следом За ней Произошла Октябрьская Революция И поэтому Так важно Разобраться Кто же Нам В кавычках Удружил Кто же Помог Организовать Эти Серьезные Геополитические Потрясения И какие Цели Преследовали Организаторы Этих Серьезнейших Тектонических Сдвигов Политической Системы Российской Империи Ну собственно Говоря Когда мы Анализируем Далекое Прошлое Античность Мы все Легко Соблюдаем Главный Принцип Того Кто Анализирует Беспристрастность Потому что Это было Давно Потому что Мы с вами Не карфегиняне Не древние Римляне И даже Не древние Греки И поэтому Можем Совершенно Абстрагируясь Оценивать Плюсы и Минусы Тогдашних Государств Для нас Совершенно Очевидно Что в Античности Существовали Противопорства Великих Держав Того Времени За Гегемонию На планете Что Одной Из форм Этих Противоречий Были Революции Но когда Мы начинаем Анализировать События В которых Были задействованы Уже Непосредственно Наши Дены Прадеды Здесь Конечно Холодную Голову Сохранить Значительно Сложнее А ведь На самом деле Все то же Самое На Начало 20 века Сверх Державы Мира Продолжали Его Активно Делить На определенном Этапе Этот дележ Планеты Подошел К концу Кто был На тот момент Основными Игроками На планете Великобритания Россия Германия Австро-Венгрия Турция Ну еще Целый ряд Держав Помельче Для того Чтобы мир Было удобнее Делить Были образованы Военно-политические Блоки Поэтому Любое Экономическое И политическое Событие В Тогдашнем мире Нужно Обязательно Смотреть С точки зрения Интересов Противобурствующих Держав На тогдашней Политической Карте Соответственно Возникает вопрос Кому была выгодна Революция В России Тем Кто хотел Устранить Россию Как своего Геополитического Конкурента Точно 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 Так же В 1991 Кому Было Выгодно Крушение Советского Союза Его Геополитическим Конкурентом Совершенно Очевидно Ну и как Когда-то Сказал Наполеон География Это приговор Это значит Что Будучи На Имея Государственность На определенной Территории Мы имеем Практически Неизменных Соседей Меняется Их название Меняется Политический Строй Но в основном Мы соприкасаемся С теми же самыми Сверхдежавыми С теми же самыми Народами С теми же самыми Государствами И поэтому Фактически События 1917 года Имеют тех же самых Игроков Что и события 91 года Которые нам Анализировать Значительно проще Потому что Многие из нас Жили в ту эпоху Были уже достаточно Взрослыми людьми Поэтому вопрос Кто организовал Проблемы Это вопрос Кто организовал Революцию Именно поэтому Я достаточно Подробно изучал Этот вопрос И у меня есть Даже несколько книг Посвященных тому Каким образом Были организованы Эти революции А дальше Дальше начинается Вот этот вал Ситуаций Проблем Преступлений Всего чего угодно Что всегда происходит Во время крушения Крупных государств И здесь Невозможно Объяснить Кто прав Или кто виноват Обвиняя Какие-то народы И русский народ И все другие народы Которые Населяли Российскую империю На самом деле Стали жертвами Революции Которую организовали Нам наши Англосаксонские Друзья Инструмент Революции Всегда один и тот же Это Революционеры Финансируемые Из-за рубежа Кстати Вот именно В 2012 2011 Году Об этом Стало говорить Значительно проще Почему Потому что Мы сейчас Точно такой же Процесс Организации Революции Извне Путем Оплаты Спонсирования Поддержки Вооруженной Поддержки Информационной Какой угодно Революционеров Видим на Ближнем Востоке В Сирии В Ливии В Египте Оппозиционеры Получают поддержку Из-за границы Получают поддержку Информационную Денежную Вооруженную И так далее И поэтому Если вы посмотрите Каким оружием Вооружены Сирийские боевики Сегодня Понятно Что они вооружены Новейшими образцами Американского Британского Французского Израильского оружия Точно так же И боевики Первой русской Революции Были вооружены Иностранными Винтовками Швейцарские Системы Веттерли Например Которая не была На вооружении Российской армии Были вооружены Боевики Во время Боев на Красной Пресне Почему? Потому что Принцип Тот же самый Борьба Государства С государством Это очень Дорогостоящее дело Давайте вспомним Первую мировую войну Вторую мировую войну Экономики Тотально разрушены Миллионные Жертвы Среди населения Это колоссальное Кровопускание Для любого Государственного механизма А что такое Помощь революционеров Это Значительно Небольшие деньги Небольшая стоимость Оружия Которая Как микробы Впрыскиваются В государственный Организм Страны соперника И страна Начинает Пожирать Сама себя Поэтому Революция Октябрьская 1991 год Сегодняшние события На Ближнем Востоке Это все Различные Варианты Одного И того же Действия Геополитических Соперников России По Нейтрализации Нашей державы На Ближнем Востоке Конечно же Они сегодня Борются не с Россией Но они решают Свои Тактические задачи Для того Чтобы решить Задачу стратегическую Организацию Крупной войны В мировом масштабе Которая позволит Списать Колоссальные Государственные долги Так называемых Цивилизованных Развитых государств Перезагрузить Их экономики И снова начать Запуск Печатной машинки Которая Сегодня Уже Совершенно очевидно Довела Экономики Европейских Стран И США Ну практически До ручки И первая И вторая Мировая война Являлись ступенями Англосаксонского мира К владению Надпланетой Сегодня мы с вами Можем По косвенным признакам Сразу определить Кто Задает Тон на планете Ну там лет Двадцать назад На каком языке Общался бы между собой Латыш И китайцы Они бы общались По-русски Лет Двести назад На каком языке Общались бы между собой Люди разных национальностей И ранее всего На французском На каком языке Теперь Происходит общение На английском В промежутке Между русским Французским И английским Как некий Опять же Для нас Наглядный показатель Того статуса Кво Разделения Мирового Мировой борьбы За гегемонию Был язык Аспиранта Скажите пожалуйста Кто сейчас Учит язык Аспиранта Никто не учит Все учат английский Почему Потому что Когда был Советский Союз Один из языков Не мог становиться Вот таким Доминирующим Когда Советского Союза Не стало Отпала Надобность Аспиранта Потому что Одна из сторон Противоборства Оказалась значительно Сильнее Победила Соответственно Ее язык Становится Доминирующим На планете Вот по таким Косвенным Казалось бы Признакам Можно всегда Легко Определить Кто задает Тон на планете И давайте вспомним В 91 году Советского Союза Не стало И десталинизаторы В России И я думаю Что многие Либералы Живущие В различных Странах Говорят о том Что все беды 20 века Происходили От Советского Союза От большевиков От русских Коммунистов С 91 года Не стало Ни Советского Союза Ни большевиков Ни русских Коммунистов Не стало Потому что Сегодняшняя партия КПРФ Конечно же Только по названию Является коммунистической И что мы видим Наступил ли В 91 году Золотой век Человечества То есть Прекратились войны Не стало Террористических Актов Перестало ли Лихорадить Экономики Все ли Должно быть так Как оно должно быть В самом идеальном варианте Нет Мы видим Что ничего этого Не произошло 20 лет Либеральному Мировому проекту Никто не мешает Развиваться У него нет Колоссальных Военных затрат Казалось бы Не должно быть Потому что Противостоящий Военный блок Со стороны Советского Союза Сам распустился Но мы видим Почему-то Военный бюджет Соединенных Штатов Америки Больше чем Военный бюджет Всех государств Мира Вместе взятых А кто угрожает Соединенным Штатам Америки Некие мифические Террористы В пещерах Афганистана Но зачем Для борьбы с террористами Нужны авианосцы Зачем нужны Новейшие системы Оружия Зачем нужны Истребители Пятого поколения С кем американцы Собираются воевать А почему Не распускается Блок НАТО Если он Когда-то Создавался Исключительно Для противодействия Продвижения Коммунизма В Европе Как противовес Советскому Союзу Нет Советского Союза Нет Варшавского договора Нет стран Социалистического Содружества НАТО есть Почему Потому что Военные блоки Очень удобная штука И так сказать В мирное время И через них Очень хорошо Можно продвигать Свои экономические Политические интересы И поэтому Только В кавычках Наивный Михаил Сергеевич Горбачев Когда ему Окружение Его военные Говорили о том Что нельзя Распускать Варшавский договор Без письменных Гарантий О том Что будет Распущен Блок НАТО На что Горбачев Как известно Сказал А зачем Будет нужна НАТО Если не будет Варшавского договора Ну Это такая Граничащая С идиотизмом Наивность Но мы с вами Понимаем Что Ни наивным Ни идиотом Михаил Сергеевич Не был А вот Кем он точно был Так это предатель И поэтому Сразу хочу сказать Что Я И мои единомышленники По общественной организации Профсоюз граждан России Сейчас Пытаемся Активно Восстановить Заново Возбудить Уголовное дело Против Михаила Горбачева По обвинению В государственной измене Потому что Я напомню предысторию В ноябре 91 года То есть в ноябре Советский Союз Был предательски Уничтожен в декабре А это еще в ноябре А еще Горбачев Был президентом Виктор Илюхин Тогдашний Более поздним Позднее он был депутатом Российского парламента К сожалению Сейчас он Скончался уже Он тогда работал В прокуратуре И возбудил Уголовное дело Против Горбачева Это дело было открыто Два или три дня После чего Распоряжением Генерального прокурора Советского Союза Ну а если Называть вещи Своими динамиками Распоряжением Горбачева Это уголовное дело Было закрыто И вот мы сейчас Пытаемся добиться Возбуждения Уголовного дела Юристы говорят Что все основания Для этого есть Мы подавали иски Нам отказали Мы подали апелляцию Нам отказали Мы сейчас подаем Очередную апелляцию И будем в этом деле Идти до конца Потому что для нас Это вопрос принципиальный Если мы получим И пройдем все инстанции Получим все отказы В России Значит как это Не смешно звучит Подадим суд в Страсбурге Будем требовать там Возбуждение уголовного дела Против Михаила Горбачева Вот тут есть точка зрения Такая что Михаил Сергеевич Старенький Конечно Другая точка Конечно может быть он и старенький Но мне кажется Что есть такие преступления Которые не имеют срока давности И не имеют срока возраста Тех кто их совершил Аналогично тому Как за нацистские преступления Тоже очень немолодых дедушек Вытаскивают суды И присуждают сроки Здесь преступление Не меньшего масштаба Которое закончилось Крушением страны Которое привело Сотням тысячам Может быть и к миллионам смертей И вот это дело Мне нужно расследовать И самое важное Ради чего мы это делаем Мы это делаем для того Чтобы Юридически была дана Оценка тому Что сделал Горбачев Предательство должно Называться предательством Не наивностью Не заблуждениями Не трагическими ошибками А вот должна быть Четкая юридическая формулировка Я просто напомню Что президент Каждой страны Ступая на свой пост Дает присягу Перед своим народом Где он клянется Соблюдать территориальную целостность Бороться за процветание Своего государства И говорит еще много Важных И не просто красивых вещей Так вот Президент Горбачев Будучи первым президентом СССР К сожалению Последний Тоже давал такую клятву После того Как в нарушении Всех мыслимых законов Советского Союза Абсолютно незаконно Руководители России Белоруссии И Украины Кравчук Ельцин И Шушкевич Подписали Некие документы О распуске Советского Союза Эти документы Не имели никакой силы Михаил Горбачев После этого Вдруг Снял с себя Полномочия И распустил Не только себя Но и свою страну Не имеет ли этого Никаких юридических оснований Что он должен был сделать Он должен был выступить По телевидению Сказать Я как президент Советского Союза Заявляю Что все документы Подписанные В нарушении Советской Конституции Такими-то товарищами Незаконны Я отдал приказ Об их аресте Советский Союз Продолжает существовать В соответствии С референдумом Конституции И все те Кто хотят Распуска Советского Союза Могут это сделать Только одним способом Через мой труп Вот я закрылся В своем кремлевском кабинете С своей охраной Вот пока я здесь сижу Я президент Советского Союза Вспомните пример Который подал Президент Альенда Может по-разному Относиться к этому человеку Но с автоматом в руках Погиб на руинах Своего дворца Все И вот только тогда Победа Кунчистов В Чили была окончательной Здесь же человек Просто сказал Ну все Я снимаю с себя Полномочия Более того Он еще настоял Чтобы Верховный Совет Советского Союза Опять же В нарушении Конституции Заявил о распуске Советского Союза Потому что по Конституции СССР Высшему органу Власти Который мог Принимать такое решение Хотя и это решение Было бы незаконным Был только Съезд народу депутатов Здесь же просто Верховный Совет Проголосовал Кстати что интересно Одним из тех Кто проголосовал Против Был Александр Лукашенко Внешний президент Беларуси Так что мы видим Что некоторые люди Принципиальность Проявляют на протяжении Десятилетий Так вот Те проблемы Которые Начались после Девяносто первого Года Это была некая Реинкарнация проблем Которые на самом деле Возникли в середине Двадцатого века А по большому счету Являлись прямым следствием Геополитической катастрофы В виде революции в России Поэтому Много слышится Сейчас упреков В адрес России На мой взгляд Они Не имеют под собой оснований И не должны звучать Потому что Если мы хотим Двигаться в будущее Мы должны в сторону Отложить всерозможные упреки Ведь Если Есть Желание Сформулировать Претензии В адрес соседнего народа Или в адрес соседней страны Мы тоже можем составить Иски о том Что Корпус латышских стрелков Оккупировал Россию Летом 1918 года И что Вся революция Является Следствием Деятельности Товарища Петерса Лациса Рудзутака И других Славных сынов Латышского народа Поэтому Всегда Можно Это найти Но нужно Понимать Что это Одинаковая Трагедия Как для русских Как для латышей Так и для всех Других народов Которые населяли Советский Союз Ну вот на этом Я хотел бы Наверное Своё вступительное слово Немножечко Закончить Шушкевичи Я хочу сказать Я хочу сказать Что у президента Такой Сверхдержавы Как Советский Союз Были люди Которые владели Автоматом Лучше Чем Горбачёв И поэтому Его главная Задача Была Отдавать Распоряжение Которое Должен Отдавать Президент Страны Он должен был Отдать Приказ Об аресте Тех Кто нарушил Конституцию Советского Союза Арестовать их После чего Немедленно Сместить Вести Военное положение Как угодно Сохранять Веренную Ему державу Что же касается Международного Отношения К всему этому Советский Союз Был общепризнанным Субъектом Международного Права Никто На 1991 Год Не ставил Под сомнение Его территориальную Целостность И его Право На существование Это первое Второе У Советского Союза Была очень большая И хорошо Оснащенная По тому времени Армия Это на случай Если кто-либо Решил все-таки Поставить под сомнение Территориальную Целостность Советского Союза Третье Советский Союз Имел договоры О территориальной Целостности Так называемые Хельсинские соглашения С иностранными Партнерами Четвертое В Конституции Советского Союза Было Очень лукаво Записано Кстати Позже вернусь К этому вопросу Было написано Что республики Имеют право На выход из Советского Союза И не был описан Механизм От того выхода Значит Что должен был Сделать умный политик Он должен был сказать Конечно По Конституции Вы имеете Право на выход из Советского Союза Конечно Но как цивилизованные люди Мы же должны Цивилизованно Расходиться Разводиться В соответствии с законом Поскольку нигде В законах Наши отцы-основатели Советского Союза Такую возможность Не предусмотрели Мы должны Это сделать за них Мы создаем Согласительную комиссию Которая должна Совершенно четко Подсчитать Сколько Кто Кому Должен В случае Развода 15 республик Где узбеки Строили фабрику В Латвии Где Латыши Помогали Хлеборобам Туркмении И так далее Вот все эти вопросы Надо Поднять Решить И посчитать Так вот Считали бы До сегодняшнего дня Совершенно точно И при этом Никто не мог бы Попросить Эту комиссию Считать быстрее Потому что Прецедента Мирного Развода Такого большого Государства Нет А поэтому Здесь торопиться Некуда А для всех Тех кто попытался бы Нарушить Конституцию Советского Союза Напомню Ядерное оружие Международные договоры Политическая воля Руководителя страны И большая Боеспособная армия Которая сможет Ликвидировать Все попытки Извне Ускорить процесс Развода Определенных республик Вот что должен был Сделать Горбачок Что он сделал Вместо этого Нарушил законы Советского Союза И распустил страну Если уж вернуться Где я не Горбачок Я просто напомню Одну вещь Потому что Не должно остаться Ни малейшего сомнения В том что это было Заблуждение Трагическое стечение обстоятельств Горбачок сознательно Устранял В Конституции Советского Союза Все Скажем так Загвоздки Которые бы мешали Его распаду Ну я вот так В двух словах Напомню О чем идет речь Значит В Конституции Советского Союза Было написано Что все недра И все имущество И все Все что есть На территории Советского Союза Является Собственностью Советского народа Соответственно Когда При Балтийской Республике Примели заявление Я не помню Какая из них была первой О выходе Из Советского Союза Конституционный суд СССР Признал это Постановление Верховного Совета Литвы Неконституционным И незаконным Отменил его Почему? Потому что Если все Принадлежит Всему советскому народу То Часть Не может выйти Объявив Что То что находится На территории Литвы И является собственностью Литовского народа Понимаете Нужно сначала Разделить Конституционный суд Немедленно Зарубил Это распоряжение После чего Что сделал Горбачев На ближайшем съезде Народных депутатов Советского Союза Эта формулировка Конституции Была изменена Он Ее Изменил Был Он ее изменил И сделал так Чтобы Вот этого Препятствия Для выхода не было Там было Уже в измененной Конституции Написано Что собственность Народа Каждой республики То что находится В каждой республике Вот Ошибкой Это быть не может Горбачев сознательно Устранял Все препятствия Для распада Советского Союза А уж Для тех Кто совсем сомневается Ну посмотрите Где он празднует Своё 80-летие В Лондоне Ну С какой стати Президент Советского Союза Празднует в Лондоне Ни в Пешкеке Ни в Москве Ни в Риге Ни в Таллине Ни где-нибудь На территории 15 республий 15 государств Которые получились В Лондоне Ну при чём тут он Казалось бы И при чём Лондон А вот потому что Ему устроили Показательное честование Кто устроил Тот кто Получил Самые главные дивиденды От крушения Советского Союза Так давайте Давайте я буду Годерировать Всё-таки по возможности Пожалуйста Александр Горбачёв Пожалуйста Мне кажется Для вам Что это Несколько упрощённый Подход Обвинить одного человека Был класс Номенклатуры Который Рывался к собственности Интересы которого Озвучивал Горбачёв Бесспорно Он предатель Бесспорно Но В истории Не движение Которое может Случить один человек Когда будет более Картина Представлена Объёмная И тогда будут понятны Те события Которые до сих пор Проистоят Никто же не вышел Защищать Советский Союз За исключением Алкции Советский человек На самом деле Вы во многом правы Я например С себя Не снимаю Части ответственности За крушение Моей Родины Да я тогда был Молодым человеком Мне был 21 год У меня были добелизны Промытые Либеральные пропагандой Мозги Я не понимал Той трагедии Которая случается Я в этом виноват Действительно Виноваты все граждане Советского Союза Которые Не защитили Советский Союз Да Но основная вина Лежит на Горбачёвой Каждый виноват Но Горбачёв виноват В миллион раз больше Чем каждый из граждан России Вот это важно И потом Мы должны начать С главного С того Кто несёт Основную ответственность Вот пусть его деяния Получат юридическую оценку Пожалуйста Я начну потихонечку Читать записки Чтобы было параллельно Ещё и сало Латышко-турец Пожалуйста Нет карига Лаукарий Лаукарий С потолку Сталин вернул в состав Единой страны Страны Латвию Литву И Эстонию Почему можно говорить Вернул Потому что выход из состава Российской империи И часто Тей был абсолютно Незаконным На 1917-1917 год Никто в мире Не подвергался мнению Права России На прибавительские земли Кроме того Такие государства Как Латвия И Эстония Ваши никогда не существовали В истории человечества Вопрос Вы же говорите Что такие государства Не имели права Существовать Во-первых Спасибо вам большое За цитату Из моей книги Мне очень приятно Что литовские журналисты Читают Литовские журналисты Читают Ну я надеюсь Что литовские тоже читают Но не про Сталина Тем более так внимательно С карандашом Подчеркивая Так сказать Вопрос Но если вы цитируете То я бы просил Вас цитировать точно Нигде Ни в одной цитате И нигде Ни в одной книге Я никогда не говорил Что Латвия Или Эстония Не имеют права На существование Это мог сказать Эдольф Гитлер Может быть Скоро Скажет очередной Президент Соединенных Штатов Америки Если решить Что на территории Латвии или Эстонии Найдут нефть Например То тогда Может быть Он скажет Что это кровавые режимы Которые тиранят Народу очень давно Вы знаете Такой Ну может быть В Латвии нет Такого анекдота Еще Я его с собой Привезу И скажу В Антарктиде Нашли нефть Кровавому режиму Пингвинов Осталось недолго А теперь Вернемся В той цитате Которые вы сказали Значит На мой взгляд Это моя точка зрения Говорить об оккупации Латвии Истонии Невозможно Потому что Выход частей Российской империи Из ее состава Произошел Абсолютно Незаконно И поэтому Если мы Собираемся Соблюдать международные права То Почему мы начинаем Соблюдать международные права С 1940 года А с 1914 Не стоит Соблюдать Международные права На основании Чего Части Российской империи Вышли Из признанного Всеми Государственного Субъекта Под названием Российская империя На основании Договора С большевиками С каких это пор В латвийской Сториографии Большевики Стали законными Руководителями Россия То есть На 20-й год Большевики Достаточно Законная Власть Чтобы Отпустить Латвию И еще Заплатить ей Контрибуцию Не забывайте Это вообще Уникальный договор С прибалтийскими Государствами Подписали Большевики Да Потому что Части Единого Целого Незаконно Вышли И еще Им за это Деньги Заплатили Представляете То есть На 20-й год Большевики Достаточно Легитимная Власть Так а почему Вы тогда Отказываете В легитимности В 40-м году Если Большевики Достаточно Хорошие Рукопожатные Для 20-го Года Значит Они хорошие Рукопожатные Для 40-го Давайте Будем По Следователями Поэтому Я Недаром Начал Своё выступление Сначала Вот с момента Трагедии В 1912-м Году Нет никаких Проблем Между Латышами И русскими Нет Они начинаются Когда Англосаксы Начали Процесс Через Революцию Украшения России Обратите Внимание Если у вас есть Сомнения В том Кто Автор Русской Революции Просто Посмотрите На поведение Так называемых Союзников России Чтобы было Наглядно О чём я говорю Пример 1945 год Германия Уничтожена Скажите Пожалуйста Все территориальные Приобретения Которые Сделал Гитлер Все изменения Которые Сделал В Европе Оставлены Так Как Сделал Гитлер Или Изменены Обратно Вернули Франции Ильза Салатарингию Вернули Сделали Независимой Обратно Чехословакию Сделали Австрию Сделали Независимой Или Сказали Ну Раз уж В 1938 году Мы признали Что Адульф Гитлер Канцлер Всей Германии Включая Австрию Ну Извините Австрийцы Гитлера нет Но Оставайтесь В составе Германии Не сказали Так Потому что После каждой Победы В войне Диктует Свою волю Победители Теперь Смотрим 1914 1918 Кто в этой войне Победил Антанта Членом которой Являлась Россия Если бы Логика Союзнических Отношений И соблюдение Интересов Союзника Соблюдалось бы И в Первую Мировую войну Что должны были бы Сделать Англия И Франция В 1918 После уничтожения Германии Австро-Венгрии Они должны были Сказать Извините Мы восстанавливаем Российскую империю Нашего союзника Мы с русскими Вступили вместе В войну Миллионы Солдат Русской армии Полегли В земле Мы как верные Союзники Победив Нашего общего Врага Восстанавливаем Нашего союзника Так Так Что делают Англия и Франция Признают все Отколовшиеся От Российской империи Государства За исключением Белых Правительств Красных Не признают И белых Не признают Зато тут же Признают всех Кто откололся Польшу Которая возникла Латвию Эстонию Грузию Азербайджан Всех Кто хочет Отколоться Признают За один день Кто хочет Восстановить Целостность Не признают Вообще Варангелья Признали Грубо говоря За две недели До эвакуации Это все равно Что Адольфа Гитлера Признать Когда он в бункере Сидел Окруженный Советскими войсками Вот примерно То же самое Поэтому Давайте соблюдать Историческую корректность Это первое А лучше всего Давайте вот эти все Проблемы Которые возникли С 1917 года Являются прямым Следствием Организованной Британской разведкой Революции В России Отложим в сторону И будем строить Дружские взаимоотношения Между государством Потому что Мы жили Столетиями вместе Потом мы Лет 25 Не жили вместе Потом опять Лет 50 Жили вместе И впереди Еще столетия 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 Никто не может Дать гарантию Что Россия И Латвия Не будут больше Вместе в каком-то Экономическом Политическом Надгосударственном Вместе формировании Мир Стремительно меняется Просто Он меняется Быстрее Чем идет Одна Человеческая жизнь И сейчас Наши Англосаксонские Друзья Сеют хаос На Ближнем Востоке Для того Чтобы Там Построить Такого коллективного Гитлера И он начал Третью мировую войну И эта война К сожалению Вероятнее всего Будет Потому что Человечеству Не удалось Ни Первую мировую Предотвратить Ни Вторую мировую С этим надо бороться Надо пытаться Мешать им Именно поэтому Россия сейчас Активно Помогает Сирии То же самое Делает Китай Потому что Это последовательные Шаги К войне То что Делает Запад Это вот Сейчас Тридцать Первый год Вот для того Чтобы началась война Нужно сделать Пять шагов Привести к власти Гитлера Дальше Разрешить ему Ввести в войску Обязанность Которой не было Дальше Дать ему кредиты На вооружение Армии Потом Начать ему Бояться Бояться Когда у него Еще армии нет Сдать ему Австрию Сдать ему Чехословакию Сдать ему Польшу Все ему сдавать Для того Чтобы подвинуть Его к границам России И заставить Его с русскими Воевать Вот то же самое Только В виде Некого Исламского Фундаменталистского Гитлера Они делают Сейчас на Ближнем Востоке Добрый вечер Олег Щепцов Бывший депутат Парламента Латвии Я хочу Сказать Спросить вас Знакомы ли вам Высказывания Тюркчева Дипломата Мыселителя Поэта От 1867 Который Был на всех Нечаевских Процессах Что Если Россия Не будет Меняться То через Полвека Народ Сметет Этот режим Я мог бы Многое Говорить Мне кажется Я хотел бы Поддержать Господин Верпо Мне Вопрос Следующий Не кажется Ли вам Что вы Уходите В своих Работах От существа Дева По сути Обвиняя Горбачева Горбачев Ельцин Как и прочие Президенты Сегодняшнего Мира Шестерки За ними Стоят Те силы На которые Вы не указываете У меня Лично Никакого Не кажется Ли вам Что у Настоящего Человека Никакого Удовлетворения От наказания Этого стояка Не будет Потому что Настоящие Разрушители Останутся Опять Как всегда Ни при чем Спасибо 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 За ваш вопрос Спасибо За ваш вопрос Ну Собственно Я единственное Хочу сказать Что вы Наверное Не имели Возможности Почитать Мои книги Потому что В них Я как раз И стараюсь Объяснить О том Кто В реальности Осуществлял Какие-то Действия Конечно Горбачев Был в данном Случае Орудием Которое Не выполняло Волю Наших Геополитических Соперников Именно То что вы Говорите Я в своих Книгах И стараюсь Сделать Насколько Получается Ну Судить Поверьте Не мне Я делаю Максимум Того Для того Чтобы Объяснить Простому Абсолютно Далекому От политики Историю Человека Вот На пальцах Просто И доходчиво Как устроен Политический Мир Потому что Политический Мир От нашего Реального Мира Он устроен Нескро Наизнанку Все что В обычном В человеческом Мире Считается Подлостью В политическом Мире Считается Доблестью Заключаются Договоры Они нарушаются Передвигаются Границы Обманываются И приносятся В жертву Целые народы Говорят Одно Делают Другое А подразумевают Третье Все это В человеческой Жизни Называется Лицемерием И подлостью А тому Политику Который Делает Это лучше всего Потом ставят Конную Или пешую Статую Вот Это Своими книгами Я и стараюсь Рассказать Если можно Я пару Записок Прочитаю Иначе мы до них Не дойдем Никак Вы говорите Что ход событий Определяет Мировое правительство Кто это Мировое правительство В чем их цель Те кто в нее уходит Осознают себя таковыми Значит Я очень не люблю Такие слова Как Мировая закулиса Мировое правительство Но иногда Лучшего термина Для описания Что происходит Нет Что такое Мировое правительство Сегодня Есть Центры Создания Денег Из ничего Эти центры Называются Федеральная резервная система Европейский центральный банк Банк Англии Ну Еще там Швейцария Япония Это Частные Центральные банки Они просто Создают деньги Из ничего Эти деньги Ничем не обеспечены Их появление на свет Обусловлено Только Необходимостью Этих денег Для Очередных трат Поскольку Лавочки Частные У них есть Частные Хозяева Вот Эти люди И контролируют Ход мировой истории Банк Англии Был создан 1694 году Его историю Я подробно разобрал В книге Национализация рубля То есть Вот считайте Что вот этой Попытке Финансового поколения мира Чуть более Значит 300 лет Вот Эти банкиры Они Они и правят На сегодняшний день Миром Ну их потомки Понятные Там уже Определенное поколение Пофамильные Их перебрать Сложно И назвать сложно Потому что Их сила В анонимности Их невозможно Убить Их невозможно Скомпрометировать Потому что Никто не знает Кто они Обратите внимание Даже Такой Мастер Политической Игры Как товарищ Сталин Ничего В этом направлении Не делал Не пытался Вычислить Этих банкиров И что-то с ними сделать Потому что Это Невидимая Телевая Власть Вот О чем идет речь Еще одну записку Если позволю Каким вы видите Будущее Латвии В чьей сфере влияния Запада или Востока Исходя из исторических И геополитических Обостоятельств Знаете Я бы очень хотел Чтобы Все-таки Жизнь Латвии Определялась Интересами Народа Латвии Потому что Если мы обратимся Хотя бы К трагедии Советского Союза 91-й год Латвия Другие прибалтийские Государства Имели полную Возможность Стать Абсолютно Независимыми Государствами Да Но мы видим Что чудес В политике Не происходит Это значит Что полностью Независимых Государств В нашем мире Не бывает Но зачем Например Вступать В организацию НАТО Если можно Быть нейтральным И соответственно Дружественным Находясь На границе С Россией Зачем это нужно Но ведь Сегодня Не существует Никакой Российской Угрозы Россия Сегодня Не помышляет Ни на Йоту О вооруженном Возвращении Территорий Некогда Входивших В состав Советского Союза Или Российской Империи Такой задачи Нет Не было И вооруженным Путем Я уверен Никогда Не будет Поэтому Мы с вами Должны понимать Что если Какое-то Государство Какой-то Народ Выходит из Сферы влияния Одной Сверхдержавы Они К сожалению Нравится Это нам Или не нравится Неизбежно Попадают В сферу Влияния Другой Сверхдержавы И поэтому Вопрос Направления Развития Небольших Государств Это есть Во многом Не вопрос Решения Суверенной Политической Элиты А вопрос Расклада На политической Карты Мира Рухнет Англосаксонский Гегемон Распадется Евросоюз Произойдут Очередные Катаклизмы Которые Когда-нибудь Произойдут Просто потому что Это мир Нестабильный Изменится Расклад Политических сил И тогда Государства Которые Сегодня Ориентируются На одни Европейские Столицы Начнут с радостью Ориентироваться На другие Европейские Столицы Вот и все Пожалуйста Только Кратко Формулируйте Что это все Пожалуйста Ну во-первых Хочу сказать Что в 89 Году Многие Понимали Куда идет И писали Письмо Горбачеву Но мы не думали Что он предатель Думали Что не понимает А теперь вопрос Современная Россия Я экономист Поэтому вопрос Экономический Позволите Россия вступила В ТО Надеюсь На предок инвестиций Возможной Перспективе будет Но пока идет Отток инвестиций 10-12 миллиардов Долларов в месяц Это 144 миллиарда Долларов в год Все долги Советского Союза В конце концов Будет ли Остал Отток этот Это первый вопрос И второй вопрос В Российской империи В Советском Союзе До 40% бюджета Поступления Были монополия Околовой продукции Все-таки Будет наведена Или нет Спасибо Хороший вопрос Спасибо большое Значит Для начала Давайте разберемся Со словом Что такое инвестиции Вот Каким образом Раньше В Советском Союзе Российская империя Осуществлялась Строительство Какого-либо Необходимого Государству завода Создавалось Создавались Деньги Я именно Специально Ухожу От тем Печатались Потому что Это чисто Физически Создавались Деньги Государственным банком Эти деньги Выделялись И Начинала Крутиться Вот эта вся История Завод строился В Советском Союзе Для того Чтобы было построить Необходимо Завод по производству Новейших Тогда Автомобилей Фиат Жигули Нужно было Две вещи Сам завод И технологии Завод Советский Союз Мог сам Легко построить Ему нужны были технологии Пошли По пути Компромисс Купили целый Завод С технологией Сразу Полностью Запустили Его все То есть В Советском Союзе Нужен был Инвестор В кавычках С точки зрения Исключительно Продажи технологий Что сегодня Сегодня Как Латвия Так и Россия Как и все Практически другие Государства мира За исключением Вот Ведущих стран Не имеет возможности Создавать Свою валюту Мы имеем право Создавать валюту Так же как и в Латвии Центральный банк Только Под То количество Валюты Которая есть Золотовалютных резервов Нет Золотовалютных резервов Ничего Значит В экономике Нет рублей А в экономике Латвии Нет латвийской валюты Значит Нужен инвестор Который Просто Принесет Деньги И Сможет построить Некую коробку Некий завод И пусть этот завод Будет не с новейшими Технологиями А отверточной сборки Он очень нужен То есть Государство Лишается возможности Создавать деньги А через это Лишается возможности Хоть какого-то Развития Собственной экономики Вот почему Сейчас все так Молятся На инвесторов Теперь Что происходит дальше Большинство инвестиций Которые приходят В любую страну Это спекулятивный капитал Который идет на биржу Для покупки Спекуляции Акций К экономике Он не имеет никакого отношения Пользы Никакой стране Не приносит Что касается России Весь крупный бизнес Все эти сетевые магазины Например Гипермаркеты Они все Имеют Уфшорную юрисдикцию Это значит Что покупая продукты Где-то Житель там Воронежа Санкт-Петербурга Прибыль вывозится На Каймановы острова Мимо России Поэтому Система Сегодняшняя мировая Построена Таким образом Вот она так Знаете Как Водосток Наклонена Для того Чтобы все деньги Все ресурсы Все стекалось В пользу Узкого круга Западных государств Которые будут процветать И эта система По-другому Работать не может Поэтому В рамках Нынешней системы Независимого Центрального банка Ничего хорошего Быть не может Именно поэтому Я со своими Единомышленниками Подготовили Законопроект О лишении Центрального банка Его независимости Это важнейший Инструмент Сейчас К сожалению Подробно О нем не рассказать Это Одновременно Достаточно Сложная материя С другой стороны Очень наглядная Для того Чтобы Россия Получила возможность Создавать деньги Самостоятельно Что же касается ВТО То моя точка зрения Категорическое Отрицание Необходимости Вступления России В эту организацию Мне очень жаль Что это случилось И мы Противодействовали Всеми силами Которые разрешает Гражданское общество Этому процессу И будем противодействовать И дальше Но уже Теперь по-другому Подойдем к вопросу Будем внимательно изучать Те документы На основании которых Мы вступили в ВТО И будем готовить Документы О выходе Из ВТО Рано или поздно В конце концов Вошли Где выход Там и вход В рамках этой структуры Покупается собственность В Атех почти продана У нас Вот Россия ждет Такая вычасть Наверное Значит Что касается Ну я просто Позвольте себе Комитарик Потому что вы сказали Вообще Как устроена Нынешняя мировая Финансовая экономика Вот меня спрашивали В другой записке Кто управляет миром Вот представьте Некие люди Просто нажатием пальца На компьютере Условно говоря Создают Доллар или евро Сколько Да сколько надо Вот создали Миллиард евро И дали в долг кому-то Что для них Этот миллиард евро Нажатие клавиш То есть ничего Их задача Дать в долг так Чтобы долг им не вернули Потому что За этот долг Они получат Суверенитет Базы Голосования в ООН Продажных политиков И так далее Вот что происходит Во всем мире Скупаются страны На корню За что? За нолики Из компьютера Именно поэтому Если вы посмотрите Например статистику Кредитов Которые выдает МВФ Вы увидите Удивительную вещь Чем больше МВФ работает Тем меньше кредитов Ему отдают Что они некомпетентны Наоборот Их задача выдать так Чтобы кредит не отдали Зачем им еще Компьютерных ноликов Они их нарисуют Сколько надо Понимаете? А то в капитале И в наборе Все-таки лапируем Вопрос Нашего ладушеского коллеги Да вопрос Вы здесь говорите Очень много В 2017 году И тоже Вы говорите Да вы говорите О развале Советского Союза А вы там Не видите Какого-то Противоречия Одна империя Ушла Ведь Вы В 2017 год Там ставите Как пункт Какого-нибудь Раскола А потом Потом уже Новая империя Пришла И потом еще Вы ее защищаете У вас есть Какая-то Моральная Оценка О том Что такое Был Советский Союз И есть У вас Почему такое Противоречие 2017 год И 2019 год Ну По сути Где это дело Где это Различие Спасибо вам большое Мне правда Очень приятно Что вы так Внимательно Читаете Твою книгу На На Неродном Мавдусском языке Это Действительно Молодец Потому что Очень часто Журналисты Сдают вопросы Не удосуживаясь Открывать книгу Поэтому вам За это Мое уважение Теперь первое Как я отношусь Советскому Союзу Это Моя Родина И этим Все Сказано Это Моя Родина На меня В одном ряду Стоит понятие Родина Мать Можно через Дефис Родина Мать Можно Родина Запятая Мать Это Понятие Святые Как я могу Относиться К матери Как я могу Относиться К родине Естественно Любить И уважать Теперь что Касается Противоречия 91 И 17 Годи Никакого Противоречия Нет Как только Революционеры Приходят к власти У них на следующий день Начинает болеть Голова Потому что От них уже Требует Заполнение функций Государственной власти Еще вчера Вы кричали Долонь царя Плохой режим И так далее А сегодня Вы стали к властью И к вам приходят Рабочие И говорят А хлеб где? А чем мы вечером Детей будем кормить Дорогой товарищ Революционер Если вы нам сейчас Хлеба не дадите То мы вас сейчас Мелко тут порежем И скормим Вот о чем речь Любая революция Начинает перерождаться В государственную Мыслящую власть У большевиков Этот период Занял Достаточно Длительный период И поэтому Большевики 1917 года Там банды Убийц Матросов Опьяневших от крови Которые Расстреливали людей Или топили живыми Страшные зверства Это совсем не то Что Советский Союз Образца 37-38 Тем более 45-го И тем более 80-го года Это совершенно Разные Государства И разный подход Поэтому Революция В Советском Союзе Была Как бы это сказать Ее Отрицательные черты Были изжиты А положительное Все было Вложено В государственный Механизм Бесплатное Образование Бесплатная Медицина И так далее И так далее И так далее Спокойствие На улицах Все это Должно было И сохраниться Дальше Потому что За все это Была заплачена Очень большая цена А тот Сомневается В том Что это возможно Кто говорит Что экономика Советского Союза Была неэффективна Дорогие мои А вы с реальностью То вообще Как Знакомы На Китай Посмотрите Китайская экономика Была Значительно Более печальной По сравнению С экономикой Советского Союза Я в одной из своих книг Процитировал Нобелевскую речь Академика Сахарова Вот уж кого Симпатии К советской власти Сложно заподозрить Прочитайте Он там прямо говорит Что Китай сейчас Находится в печальном положении По сравнению С Советским Союзом Все в это рассказывает Это 70-е годы И смотрите Китай смог Не потеряв Плюсов Социализма Добавить к нему Еще другие плюсы Развить экономику И двинуться дальше Почему? Потому что Во главе Китая Не был предатель Там тоже был Свой Горбачев Который пришел Я не помню его К сожалению В имени На площади Аньмы Плакал там Каялся И вот тут же Упекли Под домашний арест И вот так До смерти Под этим Домашним арестом И сидел И поэтому В Китае Не произошло Крушение страны Миллионы Жизни Были сохранены А власть Проявила силу Подавила Антигосударственный Мятеж Который По недоразумению Видимо Свободные Независимые СМИ Называют Бунтом Безоружных студентов И так Безоружные студенты У того же Академика Сахарова Написано Три дня В Пекине Были бои Это интересно как Безоружные студенты С танками Три дня воевали Объясните мне Как это возможно Конечно невозможно Была попытка Антигосударственного Мятежа Участвовали в этом Западные спецслужбы А удобство Доставляло тот факт Что у них есть Свой капиталистический Проамериканский Китай Называемый Тайванем И Китайского Студента От тайваньского студента Вы никак не отличите Поэтому там Очень много было С Тайванем Оружия было Огромное количество Тот же самый механизм Пытались Осуществить в России Оранжевую революцию Руками украинских студентов Которые этнические Внешне Ничем не отличаются От русских Пожалуйста Здравствуйте Николай Во-первых Огромное спасибо За ваши труды За то что Вы пытаетесь Очистить от грязи Имя великого Товарища Сталина Очень приятно А вопрос у меня такой Давно наш Латвийский министр Заявил что Путин Хочет как отдать Как вы это Покрементировали На саммите НАТО это было Спасибо большое Что вы Оцениваете Так мой скромный Труд В деле Рассказа Правды О сложном Времени Который переживали Наши народы О Иосифе Иосиф Виссарионович Сталини Который руководил Советским Союзом Что же касается Слов о том Что Путин Хочет как Каддафи Вы знаете Ну много всяких глупостей Говорят разные люди Мне кажется Их комментировать Даже не стоит Это попытка Оказать Определенное Ментальное давление Потом Вы посмотрите Когда это было сказано Это все делалось В предвыборный период Задача была Психологически Травмировать Если так можно сказать Надавить на Владимира Путина С одной простой целью Чтобы он Не баллотировался На пост президента России Прошли президентские выборы В России Уже никто не говорит Что Путин повторит Судьбу Каддафи Никто не говорит Ну посмотрите Это все делалось до этого С конкретной целью Поэтому просто забудьте Уже об этих глупостях И все Скажите пожалуйста Мы с Горбачом разобрались А вот Ленин Он все таки Чей шпион Немецкий Или англосаксонский Чей шпион Ленин Вы наверное думаете Что мы сегодня Не за два часа Так пробежимся Коротенько По учебнику истории И определим кто Как говорится Как в одном советском фильме Говорят Ты чьих будешь Значит что касается Ленина Ленин Безусловно Гениальная политика И я бы разделил Двух Ленинах Один Ленин До октября 1917 года Здесь конечно У меня симпатий К нему никаких нет Потому что Этот человек В контакте С британской разведкой И что называется По ее Заказу Вступает в контакт С немцами Конечно Ленин Никогда не был Ни немецким шпионом Ни британским шпионом Это сразу Можно отместить Это все глупости Речь идет о том Что он контактировал И использовал Помощь этих спецслужб В решении своих задач То есть Ленин В отличие от Нынешних российских Революционеров Думал не как бы Денег украсть И свалить куда-нибудь На лыжах кататься Как они вот сейчас Зимой делали революцию Поделают революцию Потом на две недели Швейцарию покататься На лыжах Потом опять делают революцию Удивительное дело Что оно не получилось У них Правда Такое ноу-хау Ленин В отличие от них Был беспринципно принципиален В своих взглядах И почитайте его работы Они сложные Но интересные Он там прямо говорит О том что Сложилась уникальная ситуация Только в которой Большевики могли Взять власть Эта ситуация заключалась в том Что временное правительство Февральской революции Произошла Под диктовку Британской разведки Соответственно Те кто пришли В результаты Этого переворота к власти Были креатурами Лондона Это было полностью Управляемое правительство Особенно Когда в главе Его стал Керенский После чего Керенский Просто играл В поддавки с большевиками И передал власть лейдерам Задача большевиков Была еще более Непреклядна Они должны были Разогнать Учредительное собрание И прервать Легитимность Российской власти То есть ситуация была такая До этого Легитимной властью Является царь После чего царь Якобы отрекается На самом деле Кстати хочу сказать Мимоходом Никакого отречения Николая Второго Не было Это ложь После чего Ну вот так вот Вот ложь Даже документы До сих пор Такого не найдено В российских архивах То есть он Не отрекался Ну раз уж Вы задаете вопрос Могу сказать Что отречение Немецкого кайзера Было по этому же Сценарию организовано То есть он Обо своем отречении Узнал из газет То есть заявили Что он отрекся Все это опубликовали А кому он мог это объяснять В итоге он уже Убежал в Голландию Вильгельм И только там отрекся Через три недели Это исторический факт А Николай Второй Кому мог рассказывать Солдатам Ко двою О том что он не отрекался Все вы поймите Когда это заявление Сделано Везде опубликовано Кому вы будете Это рассказывать Это кстати Одна из причин Почему Николая Второго Никуда не отпускали И все время держали Так сказать Под охраной До его физического Уничтожения Вести себе Так что Федеральская революция Британская разведка Передают власть Ленину Задача Ленина Разогнать Учредительное собрание Которое являлось Единственным Легитимным источником власти Потому что ему Власть передала Временное правительство Все Нет учредительного собрания Нет никакой Легитимной власти Тут вот Пожай вы Латышские коллеги Можно отделять От Российской империи Любые куски И объявлять их Новыми государствами Вообще делать Чего хочешь Потому что Нет легитимной власти И Западу Что интересно Признавать Ведь тоже некого Они находятся В ситуации Когда они конечно И не признавали бы никого Но формально Они могут сказать Ну мы бы вот С учредительным собранием Мы бы вот Договорились Но нет уже Учредительного собрания Вы повоюете Немножко Гражданскую войну Устройте Восстановите пожалуйста Учредительное собрание Вот мы тогда вас Признаем То есть Прямой посыл Гражданской войне А когда на огромной территории Нет никакой Легитимной власти Ну не знаю Представьте себе Не дай бог Что на территории города Рига Вдруг испарились Все законно избранные Органы власти А заодно И полиция Ну и армия тоже испарилась Как вы думаете Образуются какие-то новые Очаги власти На территории города Рига Или как-то все так само будет Течь Моментально будет А вы теперь представьте Что это не город Рига А Российская империя Населенная Разными народами Да еще С десяти миллионной армии Которая разошлась по домам С винтовками вместе У кого винтовка длиннее У того и власти больше Вы понимаете Как будут организовываться Органы власти Вот так оно и пошло И задача Ленина была Именно разогнать Учредительное собрание Это кстати заметно По причине того Что менее далекие Менее погруженные в политику Главное не имевшие контакта С западными спецслужбами Его соратники Как Каменев Зиновьев Я уж не знаю Говорят ли сейчас Латышским журналистам Что-нибудь эти фамилии Да Ну Зиновьев я знаю Хоккеист такой хороший есть Наверное все таки говорят Да есть Динамо Рига И сюда приезжают Все хорошие хоккейные команды Потом наверное Зиновьев знают Ну нет Потом в 37-м Или 38-м Правильно В 37-м 38-м Всех тех Кто общался С иностранными разведками Вот этих всех товарищей Из ленинского окружения В общем Заставили отвечать За свои злодеяния Правильно Да И правильно сделали Я абсолютно согласен В своей книге Я рассказываю Как это происходило Что это было И какие реально существовавшие Заговоры тогда были Да Но возвращаясь как бы К Зиновью и Каменеву В октябре 17-го года Они не понимают Что нужно Ленину И знаменитое их выступление За несколько дней До Октябрьской революции Они публикуют статью В газете Где весь план большевиков Рассказывают Ленин их страшно ругает Материн там Всячески А он умел Умел Вот А потом обратно Их принимает в партию И даже в своем завещании Говорит Что октябрьский эпизод Зиновь и Каменева Не может быть поставлен им в вину Почему? Ну потому что Ну откуда же они знали Что наша задача не выиграть на выборах А разогнать всю эту лавочку целиком Понимаете? То есть не победа на выборах нужна А разгон парламента Вот задача Ленина И он с ней справляется Как вы оцениваете Путина Как руководителя страны? Мой вот вопрос Можно пожалуйста Да Вот пока Не говорите Интересно Узнать ваше мнение Оценку О четырехлетнем управлении Дмитрия Анатольевича Медведева Потому что По крайней мере У меня Часто субъективно Складывается такое мнение Что Владимир Владимирович Пытается сейчас за ним Так все Прибрать Поднести Как вы считаете? Давайте Я понял ваш вопрос Я понял ваш вопрос Хороший вопрос Значит Я просто повторю его вслух Вы спрашиваете Каким образом Можно оценить Четырехлетний период Президенции Дмитрия Анатольевича Медведева Да? И у вас есть ощущение Что Владимир Владимирович За ним Как вы сказали Прибирает Ну давайте посмотрим Просто несколько фактов Значит В последнюю Весенне-летнюю сессию Парламент принимает Закон Возвращает статью клевета Уголовный кодекс России Это делает Фракция Единая Россия Главой которой Является Дмитрий Анатольевич Медведев А до этого В декабре Фракция Единая Россия В полном составе Голосует за удаление Клеветы Из Уголовного кодекса России Та же самая Единая Россия Как говорится Что поменялось? Поменялась фамилия президента Обратите внимание На реакцию Либерального сообщества Как они не хотели Чтобы Путин Становился президентом Как они разочаровались В Медведеве Когда он принял Наверное Сложное Но мужественное решение Чтобы Путин Баллотировался В президента То есть разочарование Тут же Звучит Эхо Москвы Все либералы Тут же Расстроены Даже Аркадий Дворкович Вот представьте Насколько не тактично Ведет себя Ближайший соратник Казалось бы Медведев Пишет Что радоваться нечем Ну Разве может Подчиненный Писать такое О решениях Начальника В тот момент Медведев Президент И Дворкович Его помощник Как вы оцениваете Как вы оцениваете Как вы оцениваете Как вы оцениваете Этот невероятный Международный скандал Связанный С процессом Над активистками Что за этим стоит Значит Первое что я хочу сказать Я не знаю Такую группу Пуссирайт Я знаю группу Бунтующие вагины Поэтому давайте Говорить по-русски Просто когда вещи Называются Своими именами Многое сразу Само встает На места Представьте Вот встает Седовласый Правозащитник И говорит Я считаю Что девочки Из группы Бунтующие вагины Все такие хорошие Белые и пушистые И вообще У них дети Ну Как-то неудобно Да Лучше использовать Какой-то английский Текст Такое словосочетание И будет непонятно Что Бунтующие вагины Сразу все понятно Правда Значит Конечно Это была информационная Провокация В отношении России Показала Слабые места Нашего уголовного Кодекса Поэтому я надеюсь Когда Партия Новая Великая Россия Которая сейчас Находится В процессе Регистрации Одним из Соучредителей Которым я был Избран На учредительном съезде Когда мы придем В Государственную Думу Мы подкорректируем Уголовный кодекс Если к тому моменту Он этой коррекции Не подвергнется Мы сделаем так Чтобы любой Кто захочет Сказать богохульные слова А там Нужно сказать Самое главное Они там Ни слова Про Путина Не пели Они зашли в храм Сказали слова Которые я не могу повторить Потом все это сняли И наложили на них Фонограмму Уже с песней про Путина Внутри Они говорили Богохульные слова Которые повторить Нормальный человек Не может Так вот Любой Кто захочет Спеть такие Хочувственные слова Станцевать в храме Любой конфессии Сразу знал Что он лет на 10 Отправится работать На свежем воздухе И все Моя оценка Приговора Исходит из того Что Далее То что можно Мало Но хорошо Знаете Бывает Хорошо но мало А здесь мало Но хорошо Видимо больше Было не дать Так вот надо Изменить статью Чтобы за Вот такое Кощувство И благохульствование Было не 2 года Не штраф 500 рублей А лет 10 И без вариантов Потому что Ничьи права Не нарушают Запрет на безобразие В храмах Вот на мой взгляд Так Ничего страшного Не произойдет Если никто больше В храмах безобразничать не будет Но я спрашивала Именно Об одновременно А международный скандал Следующий Запад Это огромная информационная машина Все СМИ Запада Находятся в одних и тех же руках Это видно на основе Таких дел Потому что Не договариваются Как выдается информация Девочки Из группы Пусси Райт Спели песенку Про Путина И получили 2 года Этого не было Группа преступная Пришла в храм Заранее Намерением устроить Там святататство Позвала журналистов Там были охранники Которые Не давали их сгонять Даже на кадрах видно Как один там бьет Пожилого человека И это было их Не первое деяние За 2 недели до этого Они то же самое Устроили в одном из храмов Москвы Их просто выгнали И ничего им не сделали Что мы видим Они пришли И сделали дальше Ну а дальше Уже начинается Раскручивание Этой информационной машины И очень хорошо Что российская власть И российское правосудие Не поддалось На то колоссальное давление Которое на них оказывалось И преступление Как по Достоевскому Вот получило свое наказание Повторю Хорошо Но мало Не получится Что они выйдут героями Получится Конечно Я не знаю Чьими героями Могут быть люди Которые говорят Кочувственные слова В храмах Я убежден Что любой католик Протестант Мусульманин И людей Не может Относиться С уважением К людям Которые Такие вещи Осуществляют Простите Очень короткий вопрос Давайте У нас есть много Разуме Пожалуйста Когда по вашему мнению Наступит точка Дневозврата В Третьей мировой войне Когда дожмут Сирию А затем Иран Или что-то еще Когда Что мешает Коллективному Гитлеру Встать в полный рост И пойти туда Куда он уровне Вы просите меня Чтобы я вам Планы генерального штаба Соединенных штатов Америки Аль-Каиды Тут каратейка Так набросал Я могу Рассказать свое Своё видение И понимание ситуации Оно кстати совпадает С видением Геодных Политологов В России Создается Очаг нестабильности На основе Исламского фундаментализма Дальше Эта нестабильность И этот фундаментализм Начинает транслироваться Через Афганистан А тут О чудо Как раз Американцы Из Афганистана Уходят Рядом Пакистан В котором Фундаменталистов Тоже Можно на экспорт Отправлять Две эти страны Начинают становиться И базой И дальше Куда они двигаются Посмотрите на карту Средняя Азия Там вдруг Начали расти Терриалистические движения Там появились Исламистские Какие-то группировки А Средняя Азия Это как раз Подбрюшья И Россия И Китая То есть Будет возможность Устроить Исламские революции Но они по крайней мере Хотят Таджикистан Узбекистан Казахстан Дальше Нанести удар По Китаю Там есть Уйгурский Автономный Угрок Населенный Мусульманами Ну а в России Большое количество Мусульман Поэтому они попытаются Деньгами Информационной Какой-то Поддержкой Оружием Подпитать Группировки Которые Существуют На Кавказе И устроить То есть Устроить Внутренние Проблемы В России И Китае Вот что им нужно То есть Тот же самый Вариант 1917-1905 года Вид сбоку Ничего Нового Вот просто Одна и та же Методичка Только флаг Другой Если в начале 20 века Все это осуществлялось Под флагом Социал-демократии Борьбы за права Трудящихся В середине 20 века Под флагом Нацизма И фашизма То сейчас Под флагом Исламизма А цели Одни и те же Ничего Нового А кто это Случивает Исламисты Исламисты Случивают Никто Тайный Тайный Госдепа У меня Открыл Я хотел бы Попробовать Я хотел бы Попросить вас Уточнить Потому что В той формулировке Как вы спросили Я не знаю Что происходит Это Англосаксы Или Значит Давайте я повторю вопрос И если я повторил правильно Вы кивнете головой Хорошо Значит Говорю ли я О том Что за исламистскими движениями Которые сейчас Устраивают Исламские революции И Всякие египетские Весны На Ближнем Востоке Стоят спецслужбы США И Великобритании Правильно я Подал Вопрос Да Если вы Почитаете Британские газеты Там вы об этом Прямо написали А вы читали Книгу Журналиста Берка Потому что Он написал Книгу О Алкаиде И в этой книге Он говорит Что Сауда Арабы Со своими Деньгами Это еще было В то время Когда После Афганистана После СССР Когда он мог поделать Я прошу прощения Я понял ваш вопрос Но Не-не-не Ну Понимайте Я срочу Вы не видите Что там еще Играют И самые И самые Эмири Шахи И так далее Значит Я вам один вопрос задам Вот смотрите Революция в России 17-й год Там латышские стрелки Вы не видите Что там латыши играют Значит ли это Что латыши Организовали революцию В России Нет Но я хотел Сына Все Готовитесь ли вы К осеннему наступлению Одухнувших на курортах Белоленточных Если готовитесь Насколько возможно Расскажите как И планируете ли вы Объединяться С теми же силами Вместе с которыми Вы боролись Противиминалки И кто Значит Давайте начнем С последнего Да Мы конечно же За лето Не забыли Своих друзей И естественно Мы вместе С патриотическими силами России С которыми Мы вместе Уже Не один пуд соли Съели Действовать дальше Значит Какие акции И где И как Будут выступать Я не скажу Потому что Товарищ Навальный Читает мои книги А я думаю Что все остальные Внимательно смотрят Мое выступление Да И поэтому Зачем вам рассказывать Пусть помучаются Немножко Будет ли наступление Пятой колонны Конечно Будет Нужно Зарабатывать Новые деньги Для этого Нужно планировать Новые акции И вообще Как бы Один из руководителей Нашей Пятой колонны Сказал Что мне 37 лет А я еще Не у власти Надо спешить Что называется Поэтому конечно Попытки Раскачки Ситуации В России Они не прекратятся До тех пор Пока пятая колонна На свободе Здесь кстати Есть на чем подумать Пожалуйста Вот так Вопрос Прикликающийся В предыдущем Вопрос Чуть громче Если вы Вопрос Прикликающийся В предыдущем Относительно Постоящей войны Или за ворота В ответ В ответ В том Как это происходит Но вот Ваша Светлана Оценка Когда Пройдет Точка Я очень Прошу Такие вопросы Когда Например Когда Начнется Великая Отечественная война Кто об этом знает Адольф Гитлер Тот Кто осуществляет Агрессию Тот определяет Срок ее начала Поэтому Когда Я не знаю Когда Я даже Не хочу Таких прогнозов Давать Потому что У кого-то Может быть Там Ипотека Еще не выплачена А я Тут такой Прогноз Скажу Я просто хочу Обратить Ваше внимание На очевидные вещи Финансово Ориентированная Экономика Себя Щерпала 20 лет С ней Никто не борется Вы видите Что она Тихо Загибается Долги Астрономические В дело Вступает Уже Математика Долги На долги Сумасшедшие Надо Что-то С этим Делать Решают Те Кто Систем Придумал И думают Как Жить Посредством Ну что Это невозможно Значит Вспоминаем Старые добрые средства У нас что остается Революции И войны Все Революции Мы только что Сейчас говорили 15 сентября Не забудем Не простим Доведенные до отчаяния Норковых шубках Да и так далее Все то же самое Так это же не смешно Ведь в 17-м году В 1905 году Те же самые Норковые шубки Выходили против царя Митинговать У них Мозга норкового Не хватало Понять Что потом Их первых В расход Пролетариат И матросы Отправят А тех Кого Не отправили В расход Потом грузили Пароходами Философскими И отправляли Философским Пароходам За рубеж Ну вот Так то же самое Они повторяют То же самое Не понимая Что первыми Жертвами Любой заварухи В России Будет вот этот Самый креативный Класс Ну представьте себе Революцию Кто во время Революции Будет беспокоиться О правах геев Ну скажите мне Кто Только Государство Может охранять Этих вот Так сказать Не к ночи Помянутых господ Когда государства Не будет Ну кто Ну приходит К ним революционный матрос Что они будут Про водеев Говорить что ли Можете представить себе Реакцию Революционного матроса Значит Еще раз Возвращаемся Никаких точных дат В таких серьезных вещах Ни один Здравомыслящий человек Он называть Не может И можно дискуссии Не проводить А просто вопрос Не задавать Пожалуйста Николай Викторович Можно вопрос Господин Прохоров Одновременно На экране Телевизоров Мелькал Прямо с экранами Сходи А сейчас Про него Абсолютно Ничего не слышно Почему он мелькал Что случилось Почему Его не слышно Почему он мелькал Значит Давайте обратим Внимание Почему он мелькал Он мелькал Президентские выборы Где он был Из кандидатов Такое случайное Совпадение Вот Теперь президентские выборы Закончились Он не мелькает Тоже еще одно Случайное совпадение Почему Потому что выборов Нет Он вообще Такой Тоже креативный Товарищ Заявил о создании Партии Ровно из 500 человек Состоящей Исключительно из юристов И сам он на нее не вступает По-моему Очень креативное Такое Название Мне кажется Обидно Просто когда Заранее народу России Говорят Что вы нам В принципе В этой партии не нужны Вы только идите Голосуйте А у нас будет 500 юристов Ну вот Вот такая у него Находка Потом у него Дел много Там цены на никель Там Ее мобили Наверное Занимается делами Еще А не только по телевизору Появляется Так Пожалуйста А да У меня такой вопрос Как вы оцениваете Ну То То что Путин Подписал Этот самый Договор О вступлении В ТО Как я оцениваю Договор Вступлении В ТО Я уже начал Не договор А то что Путин Его подписал Я хочу сказать Что вы знаете Государственная Система власти В России Так устроена Что окончательное Подписание договора Делает президент И я считаю Что это ошибка Но другого президента В России Летом 2012 года Комер Владимира Путина Нет И поэтому Подписал Владимир Путин Больше Было подписывать Некому Это что называется Процедурный вопрос По сути Я считаю Что это ошибка И России Не нужно вступать В эту организацию Моя точка зрения Абсолютно Не изменилась Ну да Но как вы оцениваете То что Ну Ведь он Он Мог бы Не подписать Он же хотел Значит Почему Именно сейчас Мы вступили В ВТО Это вопрос Ответ на который На самом деле Знают Вот Самые высшие Руководители России Мы можем только Предполагать Усилившееся Политическое давление Еще какие-то резоны В данном случае Не хотелось бы Заниматься Гаданием На кофейной гуще И Моя точка зрения Не меняется Ничего хорошего Для России От этого не будет И меня спрашивают Почему Вот здесь Голос из зала Мне кажется Очень наглядно Об этом говорить В Латвии Вообще В Прибалтике Которая по полной программе Наступила Во все ВТО И все 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 что может быть Нужно понять Что никакого Чудесного Пушистого запада Который только И кричется О правах детей Хорошо кушать Не существует В природе Есть жесткие Государства Которые надевают На себя личину И задача которых Устранение Конкурентов Ну смотрите Что они сделали С Прибалтикой Полная Деиндустриализация Во всех Прибалтийских Республиках Вопрос Зачем Построена Атомная станция Отличная Работает в Литве Зачем ее закрывать Для того чтобы Литва закупала Электроэнергию В Европе Устраняется Конкурент Почему бы не Оставить эту станцию Потому что Тогда будет Конкурент Тогда будут Источники Энергии И потом Может Развиваться Какая-то Промышленность Если будет Электроэнергия Дорогая Из Европы Ничего развиваться Не будет В Латвии Точно так же Замечательный Завод ВЭФ Почему Туда Куда приходят Все эти организации Вся промышленность Закрывается Потому что Она не нужна Им Им нужен Рынок Сбыта Пустыня Более того Они то же самое Делают и в сельскохозяйственной Сфере Которая традиционно Прибалтика Очень сильна Делается Очень просто Часто рассказывают Про дотации Фермерам Сельскохозпроизводителям Чтобы они Лишнего молока Не производили Лишнего мяса Не производили Как это работает Начинают платить дотации Люди сворачивают Производство А через некоторое время Сворачиваются дотации И производства Сельскохозяйственного Уже нет Просто нужно понимать Что Конечной целью Всех этих организаций Является Полное подчинение Вот тому самому Несуществующему Мировому правительству А его Главной задачей Является Регулирование Численности Населения На планете И как только Они победят Во вселенском масштабе Они начнут Под музыку Песни и танцы Под шоу Бесконечное Настоящий геноцид Людей Которые Им не Нужны Вот и все Ну вот я хотел узнать Как вы оцениваете Вот тот шаг Путина Что он подпитал Я бы хотел Все-таки Чтобы вы дали вас Задать еще Погромче Как вам кажется Как вам кажется Как исследовать Лично Сталин Фигура Сталин Это внутренне Не противоречивая Фигура Относительно Его взглядов И поступков Течения его жизни И если Противоречия Такие есть То как вы Как исследователь До себя И можете Объяснить Вы понимаете Логику Его поведения И еще Что мне важно Будем узнать Есть ли такие Противоречия Его поведения Которые вы Для себя Объяснить Нужно Как исследовать Его личность И приведите Пример Спасибо за ваш вопрос Я просто повторю Чтобы было слышно Назад Вы спрашиваете О том Вижу я Какие-либо Противоречия В фигуре Сталина И знаю Какие-либо Его действия Которые бы Я не мог Объяснить Я хочу сказать Что Сталин Это биокомпьютер В хорошем Смысле Этого слова Все поступки Сталина Всегда четко Понятные Логичные Их можно Объяснить Просчитать И понять Если вам Кто-то Начинает Рассказывать Что Сталин Хотел Что-то сделать Чтобы Еще выпить Кровь из Десяти Христианских Младенцев То есть Человек Вообще Не понимает О чем Говорит То есть Там Всегда Есть Четкая Логика Первая Дальше Что касается Его личного Характера Я хочу Сказать Что это Был Очень Мягкий И Очень Добрый Человек Иногда Когда читаешь Воспоминания О Сталине Хочется Сказать Что местами Даже Преступно Мягкий Я вот Просто Приведу Вам Один Пример Представьте Ситуацию 42 год Весна Я Этот Пример В книгу Обязательно Включил О нем Рассказал Один Из Ближайших Соратников Сталина Которые Сейчас Мало Известны Руководитель Дальней Авиации Маршал Голованов 42 год Его Приглашают На совещание К Сталину И он Приходит И видит Такую Ситуацию Там Находится Руководитель Ну Я так буду Условно Говорить Авиации И руководитель Промышленности Которая Производит Самолеты Один Из них Говорит Что Самолетов Не хватает А другой Говорит Что Самолеты Стоят На заводах И их Никто Не забирает Сталин И слушает Слушает Потом Дает Значит Распоряжение Разобраться Выясняется Что На заводах Стоят Готовые И не забираются Семьсот Самолетов Это в тот момент Когда Немецкая Авиация Господствует В воздухе Когда Там Тысячи наших Солдат От этого Гибнут Ваши действия В отношении Руководителя Авиации Который Не забирает Самолеты Готовые С завода Вот ваши 42-й год Ну Видите Вот Пока Прозвучала Одна точка Зрения Расстрелять А вот Теперь Что Сделал Осип Фиссарионович Он Сказал Вон Подлец Человек Ушел Его Сняли С поста Руководителя Авиации И отправили Руководить Авиацией Там Где он Напортачить Не мог Дальевосточный Округ Умер Этот человек В 60-е годы Будущим Маршал Авиа Вы Можете Сказать Что Иосиф Савель Не Был Мягким Человеком Если Вы Сейчас Сидя В этом Зале Для Этого Человека Более Жесткое Наказание Значительно Более Жесткое Вот Так Вот Сходу Определили Вот Уважаемый Коллега Все Так У нас Не Подусмотрен Дискуссию Вы Простите Пожалуйста Поэтому Много Фактов Таких Есть А Читаешь И Это Действительно Сталин Действительно Очень Мягкие Поступки Ну Это Очень Интересная Личность Я Хочу Сказать Что Нет Ни Одного Поступка Сталина На Сеюдешний Момент Который Был Б Мне Непонятен За Исключением Одного Я Не Понимаю Почему Незадолго До Своей Смерти А Сталина Отравили Он Не Назначил Себе Приемника И Не Отошел В сторону От Руководства Как Это Сделал Дэн Сяопин В Китае Вот Этого Я Не Понимаю Вот Этот Вопрос Для Меня Остался Еще Нерешенным Но Я Надеюсь В Нем Разобраться То Что Сталин Был Отравлен Для Меня Совершенно Стопроцентно Очевидно Я Хотел Б Немножечко Записку Если Можно Парочку Прочитаю Недавно В России Принят Закон Запрещающий Чиновникам Иметь Собственность За Рубежом Думаете Это Остальные Отток Людей Капитала Значит Первое Имущество За Рубежом Это Не Отток Людей Капитала Одно К другому Не Имеет Никакого Отношения Второе Этот Закон Еще Не Принят Я Был В числе Разработчиков Закона Рабочая Группа Которая Я Говорил И Депутат Государственной Думы Евгений Федоров Внес Госдуму Закон О запрете Чиновникам Иметь Имущество За Рубежом После Чего Началась Очень Интересная Ситуация Было Внесено Еще Два Похожих Законопроекта Но Они Похожи Только По Названию По сути Разные В нашем Законопроекте Просто Прямой Запрет Государственным Чиновникам Иметь Какое Либо Имущество За Закон В котором Чиновники Просто Должны Отчитываться Об Имуществе Которое У них Есть А если Они Врут Или Не Отчитываются То Им Уголовный Срок Разницу Чувствуете Разницу Чувствуете Так вот Этот закон Будет Приниматься Обсуждаться Причем Первый Тот Который Мы Внесли Хронологически В осеннюю Сессию Госдумы Я Очень Надеюсь Что Он Будет Принят Вторая Записка Еще Вы Назвали Прибалтику В Евросоюзе Троянским Конем США В какой Степени Иностранной Балтии Влияют Европа Америка Россия Ну Собственно Гля Любой Маленький Ребенок Вышедший Поиграть Во двор Становится Центром Притяжения Всех Окружающих Хулиганов Которые Хотят Отнять У него Мелочь Там Не знаю Там Кто-то Совочек Кто-то Лопаточку Ну У кого Какие Интересы И поэтому Если Сам Вот этот Маленький Мальчик Не может Стать Здоровенным Ну В силу Каких-то Причин То ему Приходится С каких-то Из хулиганов Дружить Побольше Вот На сегодняшний День В качестве Этого Дружелюбного Хулигана Прибалтика Выбрала Себе США И в этом Смысле Конечно Она Противоречит Европе Потому что Мы Видим Что сейчас Кризис Евросоюза Усиливается Это кризис Искусственно Созданный И Трясут Евросоюз Именно Американцы Поэтому Дружить С Вашингтоном Одновременно Быть В большой Дружбе С Берлином Очень сложно И Мне даже Интересно Посмотреть Как Прибалтийские Политики Будут решать Эту В принципе Нерешаемую Задачу Вопрос В ближайшем Будущем Я надеюсь В ближайшем С чем Связан Ваш Оптимизм По Созданию Вашей Партии И Дай Бог Если Реальность Какова Какова Есть СМИ В основном Не пророссийские Я говорю Российских СМИ Бизнес Прозападный А Национальных Буржазей Как таковой Нет МИД России К сожалению Увы Похоже Тоже Не пророссийский Правительство России Вопрос За Интерес Алиан Россий Спецслужбы Почему-то Тоже Нам Хотелось Что Понятно Я понял Наш вопрос Ситуация Не такая Ужасная Как Вы Описали Например К МИДу России У меня В общем-то Сейчас Претензий Не очень Много Конечно Хотелось Чтобы он Активнее Работал По делу Бута И как-то Вытаскивал Наших Граждан Оказавшись В сложной Ситуации К спецслужбам России Наверное Вопросов Тоже Не очень Много Потому что Если Вы возьмете Какую-нибудь Организацию И начнете Реформировать На протяжении 20 лет Я думаю Что работать Она перестанет Очень быстро Собственно Говоря Основная Цель Реформ Всех Спецслужб Она и была Именно этой Обратите внимание Что сразу После Крушения Советского Союза Ельцин Начал Резать По-живому Все Спецслужбы В России Да И Это Процесс Восстановления Их мощи Он достаточно Длительный Давайте Хотя бы Вспомним ЧК В 18 Году Создана Когда Товарищу Троцкому Ледорубом По черепу Дали В 40 Году Ну вот Смотрите Соответственно 22 года Нужно На восстановление Значит Если Взять В качестве Отправной Точки Для восстановления Мощи Наших Спецслужб Год Прихода Путина К власти 2000 Значит Где-то 2022 Году Я бы На месте Товарищей Троцких Стал бы Как бы Крутить Головой На 360 Градусов На всякий Случай Вот Теперь Что касается Оптимизма Чем вызван Оптимизм Ну представьте Зачем Пессимистам Регистрировать Партию Пессимистам Нужно покупать Мыло с веревками И все А не правильно Регистрацией Партией Заниматься Поэтому Мы должны Делать То что Мы должны Делать В России Есть Огромное Количество Патриотов Огромное Количество Патриотически Мыслящих Промышленников Мы на них И рассчитываем Но сначала Надо создать Что-то Что с ними Можно обсуждать И о поддержке Чего-то С ними Договариваться Если ничего Нет То поддерживать Нечего Понимаете Они Одна из Мини Существующих Партий Нас Не устраивает Пожалуйста Вопрос Как историку Скажите Считаете Ли Вы Свержение Царского Самодержавия Своего рода Предопределенность Как таковая Была В это Время Либо нет И Каковы Вы Видели Россию Если бы Революция 17 Знаете На последний Вопрос Ответить Очень просто Если бы В феврале 17 Года В главе Петроградского Гарнизона Был не генерал Хабалов А какой-то Более решительный Генерал Хотя бы Из тех Младших Офицеров Которые потом Покажут себя Во время Гражданской Войны Я думаю Что в этом Зале Сейчас бы Висел Портрет Государя Императора В крайнем Случае Царица И Россия Была бы До сих пор Монархией И ничего В этом Страшного Не было Потому что Значит Великобританская Монархия До сих пор Существует Там действительно Портрет Королевы Висит В присутственных Местах И это Никакого Отягощающего Действия На Жизненной Страны Не оказывает Более того Разговоры О том Что Британия Перестала быть И пир Это все Чушь О том Что у Королевы Нет власти Это чушь Дай бог Чтобы у Президентов И у Николая Второго Было столько Власти Сколько У Королевы Британии Я просто Назову Сходу Я В одной Из книг Это Описывал Королева Великобритании Главнокомандующая Она Составная Часть Парламента Она Глава Исполнительной Власти Она Назначает Премьер Министра Не того Кого Выберет Народ А того Кого Она Хочет Она Назначает Того Кого Выбран Народ Это Просто Традиция Она Мало Глава Англиканской Церкви Короче Говоря Вот Любая Власть Главная Королева Так что Извините Если Это Не власть То Что Тогда Власть Просто Почитайте Внимательно Для этого Хватит Даже Интернета Полномочия Королевы Вообще Как Устроена Власть Великобритании А Похочетесь Для тех Кто Совсем Не знаком С Этой Страной Куда Уезжают Сотни Тысяч Жителей Латвии На работу Просто Могу Сказать Что В этой Стране Нет Конституции Кстати Очень Удобно Невозможно Нарушить Конституционные Права Граждан Согласитесь Очень Вот Такой Вопрос Пришел Можно Зачитаю Почему Вашингтон и Брюссель Закрывают Глаза На то Что В Эстонии Латвии Проходят Слеты СС С Спускаются Календари Солдатами Нацистской Форми Почему Закрывают На это Глаза Они Пальчиком Иногда Чуть Чуть Погрозят Почему Старый Принцип Это Мерзавец Но Это Наш Мерзавец То есть Если Вы будете Ругать Тех Кто По вашей Просьбе Ссорится С Россией То Кто Ж Тогда Будет Выполнять Ваши Просьбы Поэтому Ну Как Грец Шалят Они Делают Вид Что Не Замечают Ну Вот Такая Ситуация То есть Ради Того Чтобы Прибалтика Ссорилась С Россией Запад Готов Терпеть Неонацистские Действия В Прибалтийских Государствах Как много Вопросов У нас Пожалуйста Сидия Вот Все-таки Хотел Уточнить Кто Из Путина Сегодняшний День Вот Агент Влияния Западный Смотрящий Подождите Смотрящий Олигархических Группировок России Или Какой-то Прям Умный Заумный Штирлиц Максим 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 Щицаев Который Всех Как бы Запутал И мы Все Сами Русские На него Смотрим И не Понимаем Что он Вообще Как бы Задумал Понимаете Кто Он Есть Значит На этот вопрос Еще просто Дать ответ Владимир Путин Сейчас Президент России Скажите Пожалуйста Означает Лето Цепочка Таких Как Исланская Революция Немберская Центр Парк Изменения И Сейчас Снова Концидур Значит Вы Коснулись Важного Момента Я напомню Еще Речь Идет О Лишении Центрального Банка Независимости Еще раз В двух словах Что такое Независимость Центрального Банка Когда Государство Не может Само Имитировать Свою Валюту Это По Конституции Всех Государств Имеет Право Независимый Центральный Банк Который Заставить Невозможно Все Разговоры Что после Этого Величится Инфляция Это Все Ерунда Собачья Потому Что Именно На Принципе Создание Денег Сколько Надо И Процветает Запад Соединенные Штаты Америки Создает Деньги Таким Образом ФРС Создает Деньги И Дает Долг Государству Отсюда И Большой Государственный Долг А В Конституции России Написано Что Имитирование Валюты Это Прерогатива Центрального Банка И При этом В законе АЦБ Написано Что Центральный Банк России Не Имеет Права Покупать Долговые Обязательства России То Дать Долг России Центральный Банк России Не Может Но Зато Он Обязан Покупать Долговые Расписки Каких Государств США Правильно То В чьих Интересах Действует Центральный Банк России США И При Этому Он Независим Вы С ним Сделать Ничего Не Можете Поэтому Лишить Его Независимости Это Первейшая Задача Где Это Было Сделано Попытались Сделать Венгрию Там Пришли К власти Такие Националисты Лайт В Январе 2012 Года И Изменили Конституцию Там Страшное Давление Было На Венгрию Тут Упал Форент Вдруг Никому Стали Ненужные Государственные Облигации Заставили Обанкротить Авиакомпанию Малев И На Сегодняшний Момент У меня есть Друзья Венгрии Вот Эти Изменения В Конституции Они Были Отыграны Назад То есть Центральный Банк Опять Стал Независимым Ну И Тут Инвесторы Поверили В Экономику Венгрии Как вы Понимаете Форент Сразу Стал Всем Нужен Он Начал Укрепляться То есть Жизнь Как говорится Наступила Где Еще Сейчас Приняли Закон О Национализации Центрального Банка В Сербии Вот Совсем Недавно Это Было Решение Принято Так что В ближайшее Время Ждите Статей О том Что В Сербии Кровавый Диктаторский Режим Каких Нибудь Хихихолок О том Что Сербии Не нужны Деньги О том Что Сербия Нарушает Либерализм И вообще Кровавый Диктаторский Режим В Сербии Попирает Права Значит Своего Народа Вот Ждите Как Белгвинов Да Но только Нефти Нет В Сербии Мы Пытаемся Сейчас Похожий Законопроект Провести В Государственной Думе То есть Этот законопроект Уже внесен Но в нем Те изменения Сделаны Которые Можно сделать Без изменения Конституции На самом деле По большому счету Нужно менять Не только Закон о Центральном Банке Но менять Конституцию Российской Федерации Потому что Это не Конституция Суверенного Государства Это колониальная Конституция Которая закрепляет Зависимость От Запада По многим статьям Даже например В этой Конституции Нет фразы О том что Недры России Принадлежат народу России Там такой фразы нет Не слишком ли далеко Зашел пересмотр Итога Второй Мировой Почему Россия Это допускает Какова цель Ревизии истории Ну Пересмотр истории Конечно зашел Уже так далеко Что дальше Заходить не было Причем самое обидное Дальше всего Он зашел В России Когда послушаешь Радиостанцию Эхо Москвы То после этого Есть Наверное Неделю не хочется От того Количества Желчьей гадости Которую там Не слышишь Какая цель этого Цель очень простая Сделать Жертву Виновников Весь пересмотр Второй Мировой Войны Ведет к одному Во Второй Мировой Войне Виноват Советский Союз Вот главная цель Которая Ставится Фальсификаторами Параллельная цель Очернить Сталина Это единственный Государственный деятель Который На равных Боролся С этой мощной Печатной машинкой Победил ее Изменил Их планы Касаемо Второй Мировой Войны Именно поэтому Столько ненависти В адрес Сталина Вот Сталин Советский Союз И оба Вот И Сталин Советский Союз Виноваты Второй Мировой Вот главная цель Всех фальсификаций Которые на сегодняшний день Делается Девушка Пожалуйста Главное Девушка Я Пишите Я хочу с вам Вы не могу Повторить На что вы говорите Я очень Паритолога Понятно Ваши фильмы Накажут Подверждение Каждый день На каждой лекции Но хотелось бы спросить По поводу Веселия Виссарионовича Да Мне все таки Не до конца Понятно Читатели Вы Все таки Престопли Как Великий Рассударь Спасибо что вы задали этот вопрос Это вопрос очень сложный Как вас зовут Это вопрос сложный Конечно хотелось бы Чтобы вы Свою точку зрения Своё мнение Составляли на основе Прочтения книги В том числе Один из источников Это моя книга Которую я приехал В частности Презентовать В Латвии Я могу высказать Свою точку Чем больше Я погружаюсь В материалы Той эпохи Тем больше Понимаю Хитросплетение Политики Тем больше Уважением Я начинаю Пропитываться К фигуре Сталина Что касается Был ли Сталин Преступником Конечно же Не был Не случайно Несмотря на всю Давайте Отвечу На этот вопрос Подожди Отвечу Сейчас На ваш вопрос Значит Что касается Был ли Сталин Преступником Обратите внимание Сколько книг Сколько Разговоров До сих пор Никто Так и не организовал Процесс На котором Сталина Обвинили И признали Преступника Почему Потому что Как только вы Этот процесс Организуете Всем станет Понятно Что он Никакой Не преступник Это Ну вот Вы говорите Что вы Учились В Великобритании Это их Типичный метод Ну вы знаете Сейчас Подождите Дело Литвиненко Да Известное Когда Значит Бывший офицер ФСБ Умер от Отравления В Лондоне Значит Может быть Не все знают Что до сих пор В Великобритании Не выдано Официальное Свидетельство О смерти Литвиненко Прошло уже Четыре года Объясняем Почему Литвиненко Отравили Не Полонием Его отравили Вероятнее всего Соля металли То есть Если вы говорите Что его отравили Полонием Значит вы врете Тоже нельзя Если вы говорите Что его отравили Не Полонием То рушится Вся красивая версия Которой Скотланд-Яр Занимается Три года То есть И летают И еще По следам Радиоактивного Вещества И вдруг Выясняется Что он Не умирал От Полонием Чем вы Всем занимались Поэтому Какой вариант Лучше Нет свидетельства И все На вопрос Почему нет В Лондоне Все Цивилизованно Там Отдельная Независимая Организация Выдает свидетельства О смерти Почему она Не выдала Откуда Британское Правительство Знает Идите В эту Организацию И спрашивайте Наверное Основания Есть какие-то Не выдавать Сомневаются Эксперты Еще Знаете Четыре года Прошло Непонятно Почему Человек Умер Вот и все Точно так же Судом Остали Теперь О цифре Репрессии Значит Потому что Этот сложный Клубок Борьбы За власть В результате Которых Были Несколько Процессов Убийства Кирова Со стороны Заговорщиков Невинные Люди Были Арестованы У Сталина Были все Основания Стать Невинной Жертвой Сталинских Репрессий Ровно Такая же Как у Всех Остальных Просто Он оказался Чуть более Умным Чуть более Дальновидным Чуть более Талантливым Политиком Значит Я хочу Сказать Партии Страны Все вот эти Процессы Право Троцкистский Зиновьевский Дело Тухачевского Это абсолютно Реальные Стопроцентные Заговоры Которые Даже тогда Не вызывали Никакого Сомнения У тех Кто жил В ту эпоху Я просто напомню Что все эти Процессы Были открытые Были обвиняемые Вот так же В зале Сидели Западные Журналисты И вот все Эти обвиняемые Сами все Рассказывали И все То есть Это абсолютно Реальный Заговоры Теперь О цифрах Цифры Умножаются На 100 По принципу Геббельса Чем чудовищнее Ложь Чем легче У него поверить Есть Совершенно Точные Цифры Которые Были Озвучены Хрущеву Справка Министра Внутренних Дел Круглова Которая Была Дана Хрущеву В 54 Году Я ее В книге Привожу Я боюсь Ошибиться Чуть Чуть Но Порядок Такой С 1923 По 1954 Год Осуждено 3 миллиона 500 тысяч Человек Вот Такой Порядок Из них К высшей Мере Наказания Всеми Формами Судебных Инстанций 648 Тысяч Человек Никаких Десятков Миллионов Сотен Миллионов Миллиардов Миллиардов Никогда В жизни Не было А вот Это Было Да Я хочу Сказать Что Евгения Генцбург Описывала То Что она Видела Она Не находилась В лагере С 10 Миллионами Человек Лично Каждого Видела Она Описывала Да Была Евгения Генцбург В лагере Были Вот там 200-300 Тысяч Человек С которыми Она Была В лагере Что касается Сочинений Солженицына То Там Большинство Истории Которые Рассказывает Они Источник Такой Как рассказал Мне один Мужик Как сказал Один Портной Который Рассказал Тому Этому И так Дальше Там Цифры Конечно Ж Совсем Ну С потолка Вы должны Понять Что Не случайно Запад Поднял Солженицын Архипелаг Гулаг На Знамя То есть Это был Тарак Которым Разрушалось Сознание Не только Советского Населения В том числе Я был Подпечатлен Об этой Книге Плакал Читая Ее Ну И Сознание Запада Западных Интеллигентов Коммунистов После выхода Хрущева На трибуну 20-го съезда Из коммунистических Партий Там просто Люди Выходили И вот Такой же Эффект Был От Книги Солженицын Поэтому Прочитать Архипелаг Гулаг Да Надо Но Нужно Понимать Что Это Не Книга Основанная На Каких То Фактах А Факты Таковы Три С Половины Миллиона 648 Тысяч Приговоренных Смертной Кази Много Это Много Но Это Не за Один Год А с 23 По 54 После Гражданской Войны В этом Числе Всевозможные Приговоры Связанные С войной С Борьбой С Вредительством Троцкистами В Советском Союзе То есть Это Огромный Очень Сложный Пласт Истории Простите Это Четвертый Раз Почему Тогда Была Репрессия В Латвии Почему Высвали В 49 И 45 Я Всегда Когда Вы Зададите Вопрос Что касается Ситуации С высылками С Прибалтийских Государств В июне 41 Года Мне Очень Интересно Всегда Читать Публикации Свободной Прибалтийской Прессы А также Мне один раз Подарили Учебник По истории Прибалтики Ничего Более Не имеющего Общего С историей Я не читал Плавно Красиво Вот так Вот Обходя Все 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 Вещи Значит О чем там Всегда Пишут В июне 41 Года Кровавый Сталинский Режим В июне 41 Года За две Недели До войны Кровавый Сталинский Режим Начал Депортации Мирного Населения Прибалтики Страничку Перелистываешь Началась Война С Германией В тылу Советской Армии Вспыхнули Вооруженные Восстания Чувствуете Это что За вооруженные Восстания Невооруженного Населения Как Что Было Ясно Было Ясно Что Есть Контракционные Говоря Языком Того Время Организации Которые Готовили Восстание Во время Войны С Германией Вот теперь Вам Молодой Человек Вопрос Вы руководитель Советского Рига Вы уже Поруководили У нас Когда там Исчезли Все органы Власти Вы согласились Что органы Власти Появятся Вот теперь Вам вопрос Вы руководитель Советского Союза И вам Докладывает Ваши Спецслужбы О том Что В Прибалтийских Государствах Готовы Устроить Восстание И ударить В спину Вашей армии В случае Войны С Германией Ваши действия А мои действия Никакие Потому что Я 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 Подождите Подождите Вы Пошутили Хорошо А теперь Действительно Представьте Что Вы руководитель Который Отвечает За 200 миллионов Человек Вам говорят Вооруженные Отряды Готовы Ударить Вашей армии Ваши действия Никакие действия Вы говорите Да ну и он так Пусть ударяет Так что Или вы Или вы Отдаете Распоряжение Своим Спецслужбам Выявить Этих Заговорщиков Арестовать И устранить Возможность Для нанесения Удара В спину Вашей армии Никакие Ваши действия Вы же Собирались Воевать Вот О чем Идет Речь Вот Отвлека Того Что произошло И дальнейшие события В июне 41 Говорят Нам о том Что эти Заговоры Были абсолютно реальны Теперь вопрос Кому высылали Конечно Где-то Схватили Невиновных Где-то О чем Сам факт Тому Что Через 2 недели После начала Войны Было Кому стрелять В спину Отступающей Красной Армии Говорит Что схватили Не всех А иногда И не тех Вот о чем Идет речь Но мы должны С вами При оценке Каких-то Решений Политика Исходить Из ситуации Той поры У вас Через 2 недели Мировая война И вы Ничего делать Не будете Вряд ли Вряд ли Я ответил На ваш вопрос Пожалуйста Пожалуйста Вот Валерий Агентство Я хотел Сказать Два вопроса Айнер Слэй Из агентства В связи Ваше мнение Что Советский Союз Сегодня нет Есть такое мнение Что Это хорошая Ситуация Потому что У нас В Латвии Есть Свобода Лиги Свобода Прессы Свобода Слова Мы Можете Голосовали За партиями И Не думаете Это Тоже Хорошая Ситуация И Второй Вопрос Не думаете Что Это Будет Очень Лучше В России Что В России Будет Побольше Права Ну Понятно Я Я Хочу Сказать Первое Чтобы У вас Не Создавалась Иллюзия Что В России Нет Каких-то Гражданских Прав Прав В России Ровно Столько Же Сколько В Латвии И Судя Потому Что Творится В нашем Интернете И По Суде По Выходке Вот Этих Кощонец Прав Даже Чересчур Многовато Становится Потому Что За Свои Права И За Свои Поступки Почему Не Отвечают Теперь Что Касается Хорошо Лишь Что Распался Советский Союз Потому Что В Латвии Теперь Есть Свобода Веросповедания Свобода Такая Свобода Засекает Это Хорошо Что В Латвии Есть Такие Свободы Это Хорошо Советский Союз Не Был Идеальным Государством И Действительно В Вопросе Религии Мне Сложно Согласиться С Теми Правилами Которые Идеализировать Другое Ведь Латыши Войдя В состав Советского Союза В численности Увеличились Они Сократились И После Того Как Латвия Стала Свободной Да Нельзя Почему-то 500-600 Тысяч Латышей Посчитали Для себя За благо Ее Покинуть А на мой взгляд Все оценивать Надо по результату Если создается Страна В которой Хорошо Жить Народу Народ Там Размножается Старается Там Жить Заводить Детей И Жениться Если Создается Страна В которой Много Свобод Но Жить В ней Никто Не Хочет То Нафига Такое Нужно Последний Вопрос Я хочу Зачитать Вопрос Который Нам прислали Хороший Прав ли Тот Политолог Который Утверждает В 21 Веке Лишь Один Вопрос Останется Американизация Или Китаизация Он Полагает Что У нас Ждет Китаизация А Вы Знаете Это Анекдот Да Мы Кингвинах Пессимисты Изучают Китайский Да А Оптимисты Автомат Калашин Борьба За гегемонию На планете Она Никогда Не Уменьшается И Она Никогда Не Прекращается Она Всегда Есть Когда Был Советский Союз И Соединенные Штаты Америки То Китай Играл Роль Обезьяны Которая Сидит На Дереве И Следит За Схваткой Двух Тигров Вот Сейчас Для России Самое Хорошее Простите За Ворожение Залезть На Дерево И Посмотреть За Схваткой Двух Тигров Запада И Китая Оставаясь В стороне Равно Удаленно От Обоих Не Ссорясь Не Вставая Ни На Сторон Ни Того Ни Другого И Посмотреть Как Они Будут Между Собой Разбираться Это Была Идеальная Политика Для России И На Мой Взгляд Россий Руководцы Сейчас И Осуществляют Но Наши Односаксонские Друзья Они Понимают Кто Для них Главный Сейчас Противник Китай И Поэтому Хотят Решить Свои Проблемы Ровно Так Как Они Решили В 1914 Году Я Напомню Что Итогом Первой Мировой Войны Стало Взаимное Уничтожение Двух Основных Конкурентов Великобритании Германии И России Поэтому Главная Американская Мечта 21 века Это Русско Китайская Война Взаимное Уничтожение Двух Народов Двух Экономик А вот Теперь Вы поймете Логику Действий Я Сейчас Чуть Дальше Скажу Мы Это Поняли Следующий Шаг Скажите Пожалуйста Если Нынешнее Российское Руководство И нынешнее Китайское Руководство Такую Радость Англосаксам Не собираются Доставлять Что нужно Делать Нужно Постараться Поменять Руководство Желательно Конечно В двух Государствах Ну Как минимум Хотя бы В одном Чтобы Антагонизм Возник Ну Как они Играли В середине 20 века Когда Против Коммунистов В России Привели К власти Антикоммунистов В Германии И думали Что те Не смогут Договориться Как известно Политика И не такие Кульпиты Терпят Договорились К сожалению Адольф Гитлер Оказался Настолько Большим Романтиком Что Все Политические Выгоды Ради Каких-то Романтических Своих Детских Влюбленностей В Великобританию Принес в жертву 22 июня Так вот Скажите Где легче Постараться Поменять Власть В России Или в Китае В России Ну вот Вам и вопрос Откуда Вся эта Белоленточная Нечисть Лезет Конечной Целью Всего этого Какие бы Лузуки Не были Чтоб везде Там росли Деревья Даже посередине Так сказать Дороги И на балконах Везде Деревья Росли Какие бы Не были Лозунги Конечная Цель Привести К власти Тех Кто в перспективе Развяжет Войну с Китаем По дурости По приказу По идиотизму Или еще Что Вот о чем Идет речь Война с Китаем Это главная Цель Англосаксонской Политики В России Именно поэтому Когда говорят Что А давайте Мы не будем Участвовать в политике Они дерутся А мы На дереве Наше дерево Так растет Что они будут Все время Вокруг нас ходить Для Китая Главное Чтобы не был Контроль Со стороны Запада В России Для Запада Главное Чтобы не было Влияния Китая В России Большим Потому что Огромная территория Природные ресурсы Это очень серьезная Гилька На весах Борьбы За мировое господство Поэтому нас Покой никогда не оставит Мы должны Исходить из этого И соответственно Свою политику Строить С этим пониманием Скажите Дневники Магнитского По частному силу Для школы Детство Речь идет Не о дневниках Магнитского А о списке Магнитского О чем идет речь Юрист Магнитский Умер в тюрьме И этот факт Настолько Привел внимание Соединенных Штатов Америки Что они составили Список Магнитского Здесь хотелось бы Дать пояснение Потому что Разговоры ведутся Для того Чтобы сложить Впечатление Что рукопожатные Совестливые США Настолько Озаботились Этой ситуацией Что решили Не пускать В США Там Работников тюрьмы Врача Прокурора Который Выносил Там Распоряжение Об аресте Магнитского То есть Причастных К делу Ничего подобного Список Магнитского Является Абсолютно Засекреченным Никто не знает Какие фамилии Там находятся Более того Американским Законом Давно Полномочия Конгрессу Заносить туда Любые фамилии То есть Вот захотят Могут меня туда Занести Любого человека Там даже Не написано Что должны быть Граждане России То есть Вообще Любого человека Можно занести Список Магнитского А что это такое Список Магнитского Это значит Арест его имущества Судебные преследования И так далее То есть Создается форма Вне судебного преследования Кого хочешь Делаешь очень просто Взял список Магнитского Написал Сидор Сидорович Иванов И Сидор Сидорович Иванов Лишился имущества Допустим У него есть какая-то компания Где-то там Все У Сидоров Сидорович Иванова Имущества нет Тут вот Надо еще дальше Разбираться Мне говорили Что Эта ситуация Может дойти до абсурда Потому что Платежные системы Виза и Мастеркард Они ведь тоже Американские Соответственно Ваши деньги Которые лежат На счетах карточки В случае Если вы находитесь В списке Магнитского Уже вроде как бы Не ваши деньги А деньги Которые арестованы По распоряжению Рукопожатного Американского суда То есть Список Засекречен И недаром Людмила Алексеева Правозащитница Она В зале Госдумы Когда голосовали По закону Об НКО Говорила Что я вас всех Запишу В список Магнитского Вот что она Я говорю То есть Всех кто голосует За это Я всех Всех пожалую Если посол Макфон Всех запишет Есть чем пугать Так вот пожалуйста И давайте последний вопрос Вот так честно По поводу Дисбаланса Который произошел После развала СССР И Запада Очевидно Две тенденции Первая Это обесценивание Всей бумаги Дейки К акции И борьба за ресурсы То есть Забираются ресурсы На наших глазах Новейшие истории Забрали там Лилия Все это дело Сейчас Южный Судан Отделился Спокойно Совершенно Вы говорите Россия пусть посидит на дереве Сколько времени По вашему Осталось у России До того момента Как ее ресурсы Заберут Таким же самым способом Все хотите Точных дат Точных дат Примерно Примерно А чем Когда я говорю Сидеть на дереве То я обвожу это в кавычки У нас до 2020 года Для сидения на дереве Принят Самый большой За последнее время Военный бюджет Чем нам удобнее На этом дереве сидеть Согласить На нем удобнее будет сидеть С новейшими Истребителями Пятого поколения С обновленным вооружением Новыми танками И всем 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 Что входит в этот Заказ До 2020 года Этот военный бюджет Принят Обратите внимание Что российские либералы Неоднократно пытались Его под разными Красивыми предлогами Значит Потопить То денег нет Не выдержит бюджет То и так далее Я участвовал В одной программе Значит там Какой-то видный политолог Был Который там Чуть не одежду На себе рвал И говорил Что народ Голодать будет К 2020 году Траву будет есть Если мы будем Соблюдать этот Военный бюджет На что я предложил Ему парень Что если к 2020 году Будет военный бюджет Значит Выполнен А траву Никто есть не будет То он лично Поест эту траву Но он не согласился Почему-то На это парень Поэтому Время 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 уходит Курс на организацию Мировой войны Взят Это уже Видно Вот давайте Иметь мужество Сказать это Себе Они Это дело Начали делать Точно так же Они начали это В 29 Сталину удалось Изменить их сценарий Не удалось на 100% Потому что Гитлер оказался Не государственным деятелем А романтиком Но 1939 год И вот Договор о ненападении Из Германии Про который Меня почему-то Не спросили Латвические журналисты Так и не спросили Во многом На завтра Еще будет встреча Так что приходите Значит Во многом Переписал сценарий Второй мировой войны И закончилась она Не так как она должна Была закончиться Обратите внимание 1945 год Наши танки в Берлине Еще после этого Кто-то может сказать Что Советский Союз Прегрел войну Это британские танки В Москве должны были стоять По окончании войны Сценарий был очень простой Гитлер нападает На Россию Взаимное обескровление А потом Голубые каски ООН Освобождают Всю Европу От кровавых режимов Ну забирает Заодно Все полезные ископаемые Не случайно Гитлер шел С уничтожением Населения Тотальным уничтожением Для кого он зачищал Это огромное пространство Не только для немцев Он собственно говоря Британцев считал Такими же рейцами И очень переживал Что с ними приходится воевать Он зачищал Российскую территорию Для тех Кто потом бы его победил На самом то деле Давайте тоже Будем мужество Иметь мужество Сказать это себе Поэтому Запад взял курс на войну Нам война не нужна Мы должны Укреплять обороноспособность Мы должны Всячески мешать Западу Осуществлять подготовку К этой войне То есть Если Западу нужны Исламские фундаменталисты И Аль-Каида в Сирии Значит мы должны Помогать Башару Асабу И так далее И так далее И так далее То есть Здесь принцип очень простой Если мы задерживаем Их там Значит они Позднее Появятся у наших границ А Обратите внимание Запад уже почти год Возюкается в Сирии И ничего сделать не может Сейчас там проходит Операция по уничтожению Остаток банд В сирийском Олеппо И в общем Не очень понятно Как Запад будет В ближайшее время Уходить из этой ситуации Правда Барак Обама уже сделал заявление Что он точно знает Что Башар Асаб Почему-то Должен применить Химическое оружие К выранью Вот Да Но это уже старый трюк Мы видели в Ираке Но и то Вторая часть заявления Еще более любопытная Он сказал Что если Сирийское химическое оружие Будет перевозиться И может попасть В руки Аль-Каиды Вот тогда Они вторгнутся То есть Это вообще Цинизм высшей воды Они берут Аль-Каиду Засылают ее В Сирию Вооружают Не дают уничтожать И говорят Вот если Аль-Каиды Захвачат химическое оружие Ну мы тогда Вынуждены вторгнуться Вот что было с Ливией Да Значит Давайте Может быть это будет Предпоследний вопрос Предпоследний вопрос Что касается Ливии Значит первое Предать можно Своего союзника Ливия никогда не была Союзником Ни Советского Союза Ни тем более России Никаких договорных Обязательств В отношении ее Не было Но это не значит Что не нужно было Помогать Муамру Кадев Конечно нужно Почему Я вам сейчас Только что объяснил Для того чтобы Запад завяз Как можно дольше Во всех вот этих Локальных конфликтах Если мы помним Резолюцию По Ливии Не заватировал Ни Россия Ни Китай И Прямо на экранах Телевизоров Мы видели полемику Между Премьера Путиным И президентом Медведевым Каждый из них Высказал свою точку зрения Поэтому На мой взгляд Это была реальная ошибка Тогдашнего президента Медведева И очень хорошо Что эта ошибка Сейчас учтена В сирийском вопросе Да Поэтому вот был Раньше вопрос По поводу Ну так сказать Президенца Владимира Путина Вот Ситуация Ливийская Не повторяется в Сирии Потому что сейчас В России другой президент Последний вопрос Последний вопрос Хороший вопрос Посмотрим проверяем Вопрос за усы и вагины Если кто-то хочет Скажите просто Пунтующие вагины можете? Пунтующие вагины Если кто-то хочет Сказать свое мнение Что православная церква Есть С шлюшком Ближе Власти И Путину Как они Можут это делать Чтобы услышать Всех странах Может быть Ситуация была такая Что надо делать Что-нибудь Такое Что-то Шок Сделают На человека И что Слышать Я думаю Что вы Я повторю Вы в принципе Об этом уже говорили Я думаю Что вы просто Плохо информировали И независимые рукопожатные СМИ Рассказывают Не совсем Мягко говоря Правду О том Что произошло Что эти Бутующие вагины Сделали Они пришли в храм И спели Богохульную Ну даже Песни сложно назвать Слова Богохульные слова Спели При этом они Попытались зайти туда Куда Не должны Заходить В православном храме По правилам Православной религии Я не очень понимаю А точнее Они понимают Совершенно Что Этим Кроме скандала И оскорбления Десятков миллионов верующих Можно Достигнуть Ничего Если у них Есть какие-то Претензии К русской Православной церкви То Эти претензии Решить Очень просто Задать им Один вопрос Вопрос первый А верят ли они В Бога Задать второй вопрос Являются Ли Члены группы Бутующей вагины Православными Христианами Я абсолютно уверен Что Оба ответа Будут отрицательными После этого Задаю Третий вопрос А какое Вообще Они имеют Право Судить Критиковать Некую Общность Людей Которая Организована Не являясь Членами Этой общности Вот я Православный Христианин У меня Нет никаких Претензий К Православной Церкви Я Жертвую Деньги На Церковь Я Причащаюсь Я Хожу В храм У меня Нет претензий К Православной Церкви Если бы Мне что-то Не нравилось Я бы Возможно Вел себя По-другому Но я Являюсь Членом Православной Церкви И у меня Претензий Нет Эти же Богохульницы Не являются Членами Православной Церкви Какое право Они имеют В такой форме Выражать Своё отношение Вот Собственно говоря Они всё Но ситуация такая Если они Видят Что они думают Что Может быть Они могут думать Всё что угодно Такие вещи Квалифицируются Как уголовное Преступление В России Вот они думали И теперь у них Есть ещё Два года Подумать На эту тему АПЛОДИСМЕНТОМ Продолжение следует...